добрый день уважаемые коллеги мы начинаем 32 заседание семинара механика эксперимент моделирования приложения начинали месяц назад но тогда проблемы со связью помешали нам дослушать докладчика сегодня выступает все тот же михаил юрьевич гудкин хорошо известный вам из санкт-петербурга он заведующий лабораторией механики наноматериалов и теории дефектов в институте проблем машиноведения ран профессор санкт-петербургского университета петра великого ну и так далее все написано вы его хорошо знаете а тема доклада микромеханика дислокации несоответствия в композитных на на проволоках типа ядро оболочка ну как обычно прежде чем передать слово докладчику я сообщу что нас ждет очень коротко на ближайших заседаниях 8 сентября это уже будет открытие нового сезона сейчас у нас такое закрытие предыдущего выступит олег борисович наймарк из перми из института механика сплошных сред механики сплошных сред закономерности критичности в процессах деформирования и разрушения сред с дефектами 22 сентября евгений бенилов наш соотечественник который работает ныне в ирландии парадоксальное поведение капиллярных жидких занавесов и струй с подкруткой ну а дальше вы видите перед собой запланированные доклады возможны небольшие изменения потому что предварительные планы я конечно недели за две начинаю проверять могут ли выполнить их докладчики которые предварительно согласились доклады есть как вы видите и на осень и на зиму но все равно ждем но новых докладов потому что даты по договоренности с докладчиками устанавливаем те которые удобны ну вот собственно все что я хотел сказать и я передаю экран докладчику пожалуйста михаил юрьевич да спасибо большое владимирович так уважаемые коллеги ну вот тема моего доклада уже прозвучала еще раз я прошу извинения за то что в прошлый раз она сорвалась там по независимым от меня причинам совершенно просто отключили интернет на два часа и уже это было безнадежно вот но сейчас в городских условиях я надеюсь что все пройдет гораздо спокойнее вот ну вот два два будет раздела в моем докладе первый раздел называется петли дислокации несоответствия в композитных на 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 проволках типа ядро оболочка а второй пункт это будут механизм образования дислокации несоответствие в композитных на на проволках с ядром виде длинной прямой квадратные призмы вот ну почему они так разделены будет ясно по ходу дела вот я перехожу Сейчас к первой части своего доклада. Ну вот, соответственно, и авторские коллективы немножко отличаются. Вот в первом случае четыре автора. Первый Антон Павлович Чернаков, это аспирант университета ИТМО. Сейчас вот он выходит на защиту, которая планируется у нас в Институте проблем машиноведения. Это будет раздел его диссертации, которую я сейчас буду рассказывать. Анна Львовна Колесникова, ведущий научный сотрудник, доктор наук, тоже работает в этом же институте, в институте, в университете ИТМО. И Алексей Евгеньевич Романов, профессор университета ИТМО, он уже выступал, и я думаю, вы его тоже уже хорошо знаете. Ну я вот начну, я повторю тогда то, что я начинал рассказывать в прошлый раз, потому что, может быть, состав слушателей немножко поменялся. Обязательно, обязательно. Идет запись, простите, что перебил, идет запись, поэтому давайте полный доклад, мы с удовольствием послушаем те пять минут. Хорошо, хорошо. Итак, я начну с мотивации, для чего мы все это решили делать. Ну вот идея такая пришла лет 20 назад, когда обнаружилось, что пошли в большой рост исследования по разнообразным нанопроволокам. То есть нанопроволоки – это такие одномерные или квазиодномерные образования с поперечным размером, стандартно считается от 1 нанометра до 100 нанометров, хотя иногда туда включаются и нанопроволочки толщиной до 200-300 нанометров. Поскольку это такая горячая тема, то всем хочется как-то к ней приобщиться. Вот. И вот с тех пор, с начала 90-х годов, вот наблюдается такой бум по исследованиям таких объектов. Вот вы видите здесь зависимость количества публикаций в первые 12 лет такого бурного развития. Ну вот это вот, если это не экспонента, то это что-то очень близкое. Вот. А вот справа я собрал такую сводку данных по годам, начиная с 93-го года до конца января 22-го года, вот, где тоже по годам написано число публикаций, которые выходят по этому направлению, ну и процент, процентная доля каждого года в общем потоке. Что можно сказать, что если в первый год, это был 93-й год, было 4 работы, то уже через 10 лет, обратите внимание, их было 1357. Еще через 10 лет в 13-м году вышла зависимость на пик 7367. Это вот в год. И в итоге на конец января этого года вот накопилось 106 149 публикаций. Ну и надо сказать, что они все время растут и растут. К сожалению, нас отключили от Web of Science, поэтому вот сейчас я не смог обновить эту картину. Ну думаю, что так оно вот все и развивается. Такой первоначальный экспоненциальный рост сменился неким Плато, что говорит о том, что, по-видимому, уже большое количество разработок пошло просто в индустрию. Давайте посмотрим. Да, ну и вот большую долю среди всех этих нанопроволочек занимают композитные нанопроволоки, то есть нанопроволоки, состоящие из разных материалов. Да, ну вот здесь вот приведены основные типы таких нанопроволок. Вот они выделены здесь. И сегодня мы поговорим только о первом типе. Это так называемые нанопроволоки типа ядро-оболочка. То есть ядро составлено из одного материала, оболочка из другого материала. И вот нас будут интересовать те процессы, которые происходят внутри такого образования в процессе релаксации имеющихся там напряжений несоответствия. Ну что это такое, я скажу немножко позже. Ну нельзя сказать, чтобы это были самые на сегодняшний день актуальные нанопроволоки, не менее актуальные так называемые аксиально неоднородные или сегментированные нанопроволоки. Ну и многие другие тоже. Каждый из этих типов разрабатывается применительно для своих целей каких-то и привлекает большое внимание. И если вы попробуете поискать какую-то литературу, вы с легкостью ее найдете буквально в течение там нескольких первых секунд. Области применения таких объектов очень разнообразны. Если это полупроводниковые системы, то они используются в электронике, в микроэлектронике, в оптоэлектронике. Если это фотоники в современных таких делах. Если это металлические какие-то композиции, то они используются активно в плазмонике, в различных сенсорных устройствах. То есть область применения самая широкая. Давайте двинемся дальше. Что имеет отношение непосредственно к теме доклада? Так это вот именно несоответствие, которое возникает между параметрами решеток этих материалов. Как правило, хотя и не обязательно совершенно, но в большей части их делают из кристаллических тел. Соответственно, мы имеем случай контакта двух кристаллических решеток. И если эти решетки отличаются друг от друга, а это практически всегда так и бывает, то между ними возникает так называемое решеточное несоответствие. То есть неравенство параметра решеток. Ну, вот здесь схематично это показано. Внутри у нас параметр решетки А1, в оболочке А2. Ну, берется для примера самый простейший случай. Это простая кубическая решетка. Параметр, который характеризует это несоответствие. Вот он так и называется параметром несоответствия. Ну, по сути, это хорошо. Нам всем, я думаю, известно, так называемое собственное напряжение. Собственные деформации, извините. Eigen strains. То есть это они и есть. Картинка справа иллюстрирует то, для чего, собственно, используются вот эти образования. Ну, вот здесь вот показано, что здесь показано смещение границ запрещенной зоны для разных материалов, которые приводятся в контакт. В качестве ядра используется арсенит индия. Вот он, это так называемый узкозонный полупроводниковый материал. Ширина запрещенной зоны у него 0,35 электрон вольт примерно. И вот если мы его покрываем другим слоем, слоем другого материала с гораздо более широкими запрещенными зонами, вот это вот все запрещенные зоны, то тем самым образуются большие барьеры для электронных и дырок для того, чтобы они не могли выходить за пределы ядра. То есть тем самым достигается так называемый квантовый confinement. То есть ограничение волновой функции носителя заряда, будь то электронная или дырка, внутри какой-то локальной области. Что это дает? Это дает очень большой выигрыш для разработчиков различных опт электронных приборов. Потому что основная проблема в этих приборах та, что электрон – чрезвычайно подвижная частица. Волновая функция у него бывает в обычных условиях чрезвычайно размыта, то есть вероятность его найти в какой-то точке достаточно невелика. И особенно это усугубляется тем, когда такой прибор работает в области обычных или повышенных температур. Тогда вот этот тепловой фон, он сильно стимулирует подвижность таких носителей. Они могут просто уходить из активной зоны своей работы, там, где они должны находиться. Если же вы вводите такие энергетические барьеры, то тем самым вы запираете эти электроны или дырки в определенных областях. И возникает возможность работать не с большим ансамблем уже носителей заряда, а с индивидуальными носителями. То есть сейчас работают уже с отдельными электронами. Можно строить приборы, работающие на одном электроне. Вот это достигается именно построением вот таких конструкций. И вот такие конструкции оптические и электронные свойства определяются как раз положениями вот этих вот гранит запрещенной зоны. То есть нижняя граница – это верхняя граница зоны валентной, а верхняя граница запрещенной зоны – это нижняя граница зоны проводимости. И вот в зависимости от того, как размещаются вот эти границы относительно друг друга в контакте, зависят электронные свойства, зависят они очень сильно. То есть, по сути дела, вот эти вот положения и ширина запрещенной зоны, они являются здесь определяющими. Ну, естественно, что если при этом возникает деформация решетки, это немедленно сказывается на энергетическом спектре электронов, и немедленно вот эти вот зоны искажаются. То есть, границы вот эти начинают смещаться. И поэтому очень важно знать, какая же реально ситуация происходит вот в таком композите. Какой величины там их деформации, какие они вызывают напряжение. Ну, а в свою очередь эти деформации и напряжения вызывают процесс релаксации, который заключается в том, что там внутри зарождаются различные дефекты. Ну, вот об этом мы, собственно, сегодня и будем говорить. Ну, вот здесь вот на схеме показано, в каких случаях какое несоответствие решеточное возникает. Ну, вот может оно быть достаточно маленьким, порядка 0,001%, но может быть и очень значительным, почти 11% в случае сульфида цинка на арсениде-индии или 6,67% в случае арсенида галия на арсениде-индии. Ну, вот я прошу вас обратить внимание именно вот на эту пару. Оболочка арсенида галия на ядре арсенида-индии, потому что дальше пойдет как раз материал, непосредственно связанный с этой системой. Ну, в любом случае, вот это все очень важно для производителей и самих нанопроволочек, и тех, кто пытается внедрять эти нанопроволочки в конкретные какие-то устройства. Ну, вот тут возникает вопрос о состоянии границы раздела. Ну, вот есть такая классификация, которая подразделяет такие границы на когерентные, некогерентные и полукогерентные. Когерентность означает, что решетка одного материала плавно переходит без каких-либо разрывов и дефектов через границу в решетку другого материала. Обе решетки при этом испытывают некие упругие искажения, но если эти искажения не слишком велики, ну, даже если они велики, но материалы очень маленькие, вот эти кусочки материала, то, в общем, это все решетка более или менее переносит. То есть там накапливается определенная упругая энергия, но, тем не менее, пока объем невелик, материал может существовать в таком вот состоянии. На каком-то этапе это становится энергетически невыгодно, либо размеры увеличиваются, но обычно процесс заключается в том, что растет оболочка на ядре, соответственно, толщина оболочки увеличивается, энергия очень быстро накапливается пропорционально объему оболочки, и кончается это тем, что на границе возникают дефекты, так называемые дислокации несоответственны. То есть граница подразделяется на участки когерентного сопряжения, там, где дислокации нет, и участки некогерентного сопряжения, собственно, это области ядра дислокации. На это можно посмотреть либо с точки зрения согласования решеток, либо с точки зрения просто согласования двух упругих материалов. Когда существует эгерентная граница, то здесь понятно, что возникают так называемые деформации несоответствия и напряжения несоответствия. Ну вот, например, в случае А показано следующее, что здесь у нас внутри параметр решетки был больше, чем в оболочке B. И в этом случае материал А оказывался сжат однородно. Ну, в данном случае при такой геометрии будет неоднородное сжатие. А материал оболочки оказывался растянут в основном. Образование дислокаций, которые вносят свои упругие поля вот в этой части под вот этой палочкой, они вносят всестороннее растяжение, а здесь они вносят всестороннее сжатие. В итоге растяжение накладывается на исходное сжатие и происходит упругая релаксация. То есть все это хорошо можно описывать в рамках обычной теории упругости, не вникая слишком в какие-то там атомные подробности. То есть это очень соблазнительная возможность, потому что мы имеем таким образом некий аппарат, который позволяет хорошо разработанную теорию упругости и вообще механику сплошной среды использовать для описания достаточно тонких эффектов, которые вообще-то альтернативно нужно описывать именно в рамках уже атомных моделей с помощью компьютерного моделирования. Что гораздо более трудоемко, конечно, и гораздо более ориентировано на конкретные пары материалов. А вот такое упругое описание с точки зрения теории упругости и континуальной теории дефектов, оно позволяет получать достаточно универсальные выводы. Ну и вот здесь отсутствует в случае некогерентная граница, потому что он не представляет для нас никакого интереса, но это случай, когда решетки вообще никак не согласуются между собой. Такое встречается в природе, например, это очень часто бывает в случае контакта металла с керамикой, например, знаменитые металлокерамические композиты, там такие границы возникают сплошь и рядом. Часто границы вообще аморфизируются из-за этого. Но это особый случай, здесь мы этот вопрос рассматривать вообще не будем. То есть в основном нас будет интересовать процесс перехода из когерентного состояния в полукогерентное. То есть мы будем искать условия, при которых образуются первые такие вот дислокации несоответствия. В первой части работы мы будем определять количество этих дислокаций, необходимые для того, чтобы достичь равновесного состояния. То есть понятно, что их не должно быть слишком много и не должно быть слишком мало, их должно быть определенное оптимальное количество. А во второй части работы мы будем изучать непосредственно механизмы образования вот этих дислокаций. И сравнивать между собой различные механизмы и те энергетические барьеры, которые дислокации должны преодолевать для того, чтобы вот этот механизм срабатывал. Ну вот такой вот общий план работы. Давайте посмотрим на типичный пример нанопроволочки типа ядрооболочки. Вот эти нанопроволоки, они состоят из ядер арсенида Индия и оболочки арсенида Галя. Получены они молекулярно-лучевой эпитаксией, то есть на подложку изначально осаждались капельки расплавленного золота в качестве катализатора. Затем осаждалась арсенид Индия ядро, выращивалась нанопроволочка, а потом осаждалась уже оболочка арсенид Галя. Ну все это идет на атомном уровне, то есть из пара соответствующих частиц осаждаются, ну атомов осаждаются соответствующие атомы, они осаждаются на подложку, они осаждаются непосредственно на проволочку, если она уже выросла. Что при этом происходит? Тот зародыш, тот катализатор, который был в самом начале, то есть золотая расплавленная частичка, она остается на кончике растущего столбика. То есть сам процесс, так называемый процесс перехода пар-жидкость-твердое тело заключается в том, что осаждаемые атомы растущего вещества бегают сначала по поверхности подложки, бегают до тех пор, пока не находят эту капельку. Они проникают в капельку, образуют в ней сначала обычный раствор, потом этот раствор становится пересыщенным. Как только происходит достаточное пересыщение, на границе раздела такого вот расплава образуется твердая фаза, то есть послойно начинает вот в этой части выделяться такой кристаллик, то есть растет то вещество, которое мы осаждаем. Оно кристаллизуется непосредственно из расплава, и сейчас уже есть киносъемки, которые показывают, экспериментальные киносъемки, которые показывают, как это все происходит. Буквально вот так, как я говорю, то есть есть ступенька на границе раздела, которая подрастает, бегает, и так она бегает взад-вперед, туда-сюда, достраивая послойно вот этот растущий столбик. При этом на вершине столбика всегда остается золотая капелька, вот этот вот катализатор, то есть вот он здесь, в общем-то, если присмотреться, виден. Еще лучше он виден, вот когда смотришь на такую нанопроволочку с торца, вот эта вот круглая блямбочка снаружи, это вот эта золотая капелька. А дальше уже идет поперечное сечение нанопроволоки, ну вот видна гексагональная огранка, хорошо заметно. Ну вот общий вид таких нанопроволочек с торца, вот он показан здесь. Значит, пару слов, почему я взял вот такой вот, именно такой снимок из работы Поповица Бера с компанией. Это израильские ученые из Технеона, из Хайфы. На самом деле подобных фотографий, ну вот их очень много, да, может быть десятки тысяч, может быть сотни тысяч работ, в которых можно их найти. Ну не сотни, их всего где-то сто, значит, ну десятки тысяч точно есть. Просто потому, что эта работа, в отличие от многих других, была посвящена специально изучению релаксации напряжений в таких нанопроволоках и образованию в них дислокации несоответствия. То есть изначально авторы задались целью не просто получить нанопроволочку, которую дальше можно было бы где-то использовать, да, а именно такую, в которой должны зарождаться вот эти дефекты несоответствия. То есть у них был чисто такой академический интерес. Вот это очень сильно отличает эту работу от множества других, потому что обычно производители таких систем стараются немножко вот этот вопрос дефектообразования затушевать. Ну, по понятным причинам, потому что им хочется выдавать качественный продукт, а когда начинают говорить о дефектах, это как бы подразумевает, что качество низкое. Ну, это вот не совсем так. То есть в данном случае дефекты, это вот при определенных размерах и определенных значениях несоответствия, это вот неотъемлемая часть такой структуры. Ну, вот здесь вот показаны спектроскопические исследования вот этой нанопроволочки. Вот она у нас так вот выглядит. Вот это вот золотая капелька на поверхности. А дальше идет, собственно, то, что выросло. Вот здесь вот идет ядро с наросшей сверху оболочкой. Откуда мы это знаем? Мы это знаем, потому что просканировали по поперечному сечению и обнаружили вот такие вот профили элементов. То есть зеленый – это мышьяк, голубой – это индий, да, и красный – это галлий. Ну, вот мы видим, что Индия больше внутри, значит, это соответствует ядру. Галлия больше по краям, это соответствует оболочке. Ну, а мышьяк, он там и там присутствует обнородный. Здесь продольное распределение, да, здесь показано, вот оно, золото. Вот оно, золото. Дальше идет кусочек арсенида галлия. Здесь выросла почему-то оболочка, она образовала такой однородный столбик. А дальше пошло Индий. То есть пошло уже ядро вот отсюда. Ну, то есть действительно мы убеждаемся в том, что состав такой, какой нам объявляют авторы. Ну, вот общий вид таких нано-проволочек показан на этом снимке. Вот он такой, вот это один микрон. И вы видите, что толщина составляет примерно, где-то они получали от 70 до 100 нанометров. Вот, а длина, ну, вот несколько микрон. То есть это вполне себе настоящая такая нано-проволочек. Очень интересен вот этот вот нижний снимок B. Почему? Потому что он показывает муаровые картины. Он показывает картину муара, из которой следует, что та деформация несоответствия, которая ожидается при сопоставлении параметров решеток двух материалов, ядра и оболочки, оказывается, это несоответствие частично здесь уже срелаксировало. То есть по расчетам такое несоответствие должно составлять 7%, а здесь оказывается всего 4,5%. То есть, ну, вот эта величина, она просто рассчитывается по узору муара. Если мы возьмем период следования муаровых полос, да, и зная период решетки ядра, который остается практически недеформированным, когда на него осаждается тонкая пленка, мы можем пересчитать по простой элементарной формуле сразу же параметры решетки осажденного вещества, да, но вот этот параметр решетки будет уже измененный за счет деформации. То есть мы можем сделать вывод, что остается примерно 4,5% несоответствия. Это значит, что 2,5% куда-то делись. Куда делись? Делись, они как раз вот исчезли в процессе образования дислокации несоответствия. И вот эти дислокации несоответствия, они прекрасно видны на продольных сечениях такой нанопроволочки. Вот здесь вот показано продольное сечение нанопроволоки. Вот эта вот часть, которая относится к арсиниду Инди, это ядро, а вот это вот оболочка. Ну вот здесь как раз такой участок достаточно тонкой оболочки. Дальше уже идет такой вот видовый контраст, так называемый. Это уже не нанопроволока, а что-то другое, посторонняя, либо там подложка, на которой она расположилась, приборный столик, не знаю что. Но здесь мы видим вполне отчетливо изображение дислокации. Обычные краевые дислокации именно такие, какими их рисуют в учебнике. То есть это что такое? Это просто оборванная полуплоскость такая. Да, вот атомная полуплоскость, она вот шла-шла-шла и вдруг оборвалась. Вот как показано на этой схеме. Да, она оборвалась, а соседние плоскости, они искажены в этой области. И вот это вот и есть область дислокационного ядра. Что отсюда можно извлечь? Когда я увидел вот эту картинку, я сразу подумал, какой удивительно удачный снимок. То есть по нему мы можем сразу же определить равновесное расстояние между дислокациями, которое было достигнуто в условиях роста. То есть оно дает очень хороший такой экспериментальный факт, на который можно опираться уже в расчетах. То есть мы легко меряем расстояние между этими дислокациями и понимаем, что вот именно к этому состоянию, по-видимому, и должна стремиться система при заданных геометрических размерах ядра и оболочке. Ну и при заданном несоответственном, конечно. Ну вот мы и будем ориентироваться на вот такие вот картинки. То есть то, что тут уже, так сказать, не может подвергаться сильным сомнению. Так, ну немножко о том, какие существуют модели механизмов релаксации напряжения и соответствия. Как я уже говорил, механизмы, они в основном это дислокационные механизмы, хотя и не только, но в первую очередь дислокационные. Ну и нам в этом смысле посчастливилось, потому что наша работа вот 2000 года, она оказалась вообще первой, значит, мы как-то, не знаю так почему случилось, но мы первые обратили внимание на то, что вот легко можно решить задачу о критических условиях образования такой прямолинейной дислокации несоответствия на границе цилиндрического ядра и цилиндрической же оболочки. Постановка задачи была очень простая. Собственно, было, вот, практически решалась она элементарным совершенно расчетом для случая, когда упругие модули считались одинаковыми. Но это действительно имеет смысл принимать такое допущение, потому что когда речь идет о полупроводниковых материалах, которые не слишком отличаются друг от друга, то, как правило, упругие модули тоже не слишком отличаются друг от друга. А что значит слишком, не слишком? Ну, то есть, если они отличаются, там, скажем, полтора-два раза, это не слишком. Вот если они будут отличаться в 10 раз, тогда действительно это будет вносить существенные какие-то поправки. Ну, впоследствии эта же задача была перерешена нашими иранскими коллегами. Я вот тут тоже принимал некоторое участие в этой работе. Вот здесь уже был проведен учет и разница упругих модулей, и более того, были учтены поверхностные натяжения на свободной поверхности оболочки и на границе раздела оболочка-подложка. Это прямолинейные дислокации. Но сегодня мы будем говорить о круговых таких дислокациях, то есть о дислокационных петлях. Такие петли в теории дислокации называются призматическими. Их признак – это когда вектор Бюргерса, основная характеристика дислокации, оказывается перпендикулярна плоскости залегания петли. Вот то, что мы с вами наблюдали на этом снимке, это не что иное, как просто сечение этих петель. То есть вот сюда идет петля. Вот так вот, либо вверх, либо вниз. Вопрос выбора произвольно ориентирован вектор Бюргерса. То есть вот это мы видим сечение призматической дислокационной петли. То есть на самом деле то, что мы здесь наблюдаем, это вот эта вот задача, о которой я сегодня буду говорить. Это бесконечный периодический ряд круговых призматических дислокационных петель на границе ядра и оболочки. Ну вот по этой задаче тоже были сделаны некоторые решения четвертого года, седьмого, десятого. Разными методами разные авторы решали эту задачу. Здесь вот при условии одинаковых упругих модулей. Здесь вот Жером Колен в 2010 году заявил, что он решил задачу для разных упругих модулей. Хотя решение не предъявил в явном виде, но ограничился обсуждением. Ну просто публиковал в физическом журнале, где не приветствует слишком большие формулы. Ну а решение, конечно, здесь довольно громоздкое. Я уже сказал, будем сегодня об этой задаче говорить. Ну и есть еще и другие механизмы релаксации. Например, вот мы когда-то с Александром Григорьевичем Шейнерманом исследовали случай зарождения кленовой дисклинации. То есть вместо дислокации помещали сюда отрицательную кленовую дисклинацию. Ну, чтобы было понятно, на языке механики сюда вставлялась такая вот пластина толщиной B в растянутую оболочку, а сюда в ту же растянутую оболочку вставлялась не пластина, а клин с углом раствора омега. Получавшийся дефект, он и называется кленовой дисклинацией. Ну, оказалось, что образование кленовой дисклинации иногда даже выгоднее, чем образование дислокации. И экспериментально тоже такие дефекты наблюдались. Ну, о них сегодня речи не пойдет. Затем очень интересный эффект корабления поверхности. Причем, на что надо обратить внимание, это корабление вызвано не сжатием оболочки, как могло бы показаться на первый взгляд вдоль оси. Это было бы естественно, типа потери устойчивости. Нет, ничего подобного. Оболочка была растянута, но с течением процесса осаждения она принимает не гладкую поверхность, а вот такую вот волнистую. Причем форма волнистости может быть довольно-таки экзотической. То есть там есть волнообразность и вдоль оси, и в поперечном сечении. Ну, вот очень хорошая теоретическая работа, совмещенная с данными эксперимента, сделали вот такая группа под руководством профессора Гюзеля. Это Институт физики и микроструктур в Халле, был директором этого института. Он, к сожалению, уже умер. А делал расчеты Фолькер Шмидт, такой там молодой, тогда молодой довольно-таки исследователь. И с ними участвовал еще экспериментатор, по-моему, он то ли из Канады, то ли из Америки. Очень такая интересная работа. Ну и последнее, что нужно отметить, есть и работы, посвященные наклонным петлям, скользящим петлям, которые тоже образуются. Образуются они на поверхности, скользят к еду, охватывают его и становятся таким образом тоже дислокациями несоответствия. Тоже теоретическая работа, но здесь уже не аналитические расчеты, здесь уже чисто численные решения 2011 года. Ну вот примерно такая вот картина по имеющемуся объему выполненных исследований. Здесь я не показываю работы, которых довольно много, которые совершенно с точки зрения механики не строгие. То есть где не учитываются граничные условия. Ну вот таких работ довольно приличное количество. В основном они такое уносят технологическую направленность. То есть авторы сознательно пренебрегают всякими осложнениями, чтобы получать какие-то простые и очень доступные для экспериментаторов формулы. Не хочу обидеть экспериментаторов, но моя практика показывает, что они не любят длинные формулы и как-то все время нас за это ругают, что у вас формула длинная. Берите пример с Эйнштейн. Ну вот, когда мы обсуждаем дислокации несоответствия, два основных вопроса возникают. Первый вопрос – это каково критическое условие образования дислокации несоответствия. Ну вот для случая круговых призматических петель, о которых сегодня пойдет речь, ответ был дан в работах Авидика Шейнермана 2004 года, Айфантис Колесникова Романов 2007 года и Колен 2010 года. Собственно, вот можно к ним обращаться и выбирать результаты на свой вкус. Они не согласовывали свои результаты друг с другом, но правда Колен цитировал вот эти вот работы предшественников. Но совершенно осталось за кадром второй вопрос – это какова равновесная плотность дислокации несоответствия на границе ядра и подложки. Почему-то он вот до сих пор не рассматривался. Ну а поскольку есть экспериментальное наблюдение, которое можно использовать в качестве отправной точки, ну вот и решено было взять, да и попробовать это посчитать и сравнить с экспериментом. Ну подобные работы когда-то выполнялись, нами же лет так почти уже 35, наверное, назад, почти 40, для плоских структур, да, то есть когда выращиваются тонкие пленки на достаточно массивных подложках. То есть это вот основы всей микроэлектроники современной и твердотельной лазерной техники и всего подобного. Это так называемые плоские гетеропереходы. Вот и там этот вопрос тоже был тогда очень важен. И вот мы его как раз и решали, рассчитывали соответствующие плотности и смотрели, как они меняются в зависимости от параметров системы. Ну вот для нанопроволочек такого не было. Так что в этом смысле вот мы по-видимому первые в этой области трудимся. Вот и так вот в настоящей работе, о которой я сейчас буду говорить, заново рассмотрены критические условия образования системы. Круговых призматических дислокационных петель, дислокации несоответствия на нанопроволоках типа ядрооболочка. Ну вот можно было бы этого и не делать, но сама логика исследования, она подсказывала, что почему бы и не сделать. Просто потому, что для решения второго вопроса нужно все равно знать поля напряжения отдельной дислокационной петли в цилиндре, нужно знать ее энергию в цилиндре. Брать эти вещи из чужих работ рискованно, да, надо либо их проверять, либо повторять расчеты, потому что всегда имеются опечатки, ошибки, бог знает что. Вот и решено было просто взять, да и сделать заново немножко другим методом и попытаться получить более простые выражения, что и было исполнено. То есть то решение, которое я сейчас покажу, оно уже является четвертое по счету в этой области. Но на наш взгляд оно наиболее прозрачное, наиболее простое. И что удивительно, оно опирается на достижение классической такой теории укропости в той версии, которую излагал Анатолий Исаакович Лурье. Мы опирались на его книжку 1955 года. Ну и вот с помощью вот этих полученных результатов впервые рассчитана равновесная плотность этих петель на границе ядра и подложки. И показано, что расчеты и значения совпадают удивительно точно с наблюдениями вот израильской группы. Давайте перейдем к моделям. Сначала посмотрим ситуацию с отдельной петлей дислокации несоответствия. Но сначала возьмем просто петлевую дислокацию в однородном упругом цилиндре. Вот такая расчетная схема. Тут все ясно. Есть радиус цилиндра, есть радиус петли, есть вектор Гюргерса этой петли. Основная силовая характеристика дислокации. Нужно найти поле напряжения такой петли с учетом граничных условий на поверхности цилиндра. Цилиндр предполагается бесконечным. Поэтому вопроса с торцами тут не возникает. Решение ищется в виде суперпозиции двух решений. Решение для бесконечной среды. Для такой петли бесконечной среды. Плюс некоторое дополнительное слагаемое, которое обеспечивает граничные условия. То есть стандартная такая схема. Решение в бесконечной среде было получено впервые Соломоном и Дандерсом в 1971 году. И оно может быть представлено вот в таком компактном виде. Вот эти вот йод – это так называемые интегралы Лившиц-Ханкеля. Ну, в общем, в математической физике они хорошо известны. Они возникают при решении различных задач в цилиндрической системе координат. Интеграл. Под интегралом стоят функции Бесселя, экспоненты и показательные функции. Ну, и, соответственно, M, N и P параметры, они определяются порядками функции Бесселя и показателем этой самой степени. То есть вот такое компактное выражение. Да, ну, надо сказать, что эти формулы были тщательно проверены в свое время Анна Львовной Калистиковой, Алексеем Ельичем Романовым. Вот видите, работа аж 1986 года. Вот, в общем, какие-то опечатки, они там бесправильны. Здесь уже мы предполагаем, что они правильны. Вот. И дополнительное слагаемое, оно ищется в известном виде, форму которого мы берем просто из книжки Лурье «Пространственные задачи теории упругости». Где показано, что в случае, когда цилиндр нагружен такой системой сил, которая обладает осевой симметрией, решение будет получено вот в таком виде. Где имеются две функции F и G, которые представляют собой модифицированные функции Бесселя, домноженные на некоторые неизвестные коэффициенты. Неизвестных коэффициентов всего два, они входят во все компоненты. Значит, их просто надо найти, и мы будем иметь на руках готовое решение. Ну, а они ищутся, понятно, из граничных условий, из условий загрузки такого цилиндра. Ну, и в этом случае мы просто записываем граничные условия стандартные для напряжения, радиальные сдвиговые компоненты на поверхности цилиндра. При подстановке в эти граничные условия вот этой вот суммы мы получаем сразу же вот такое равенство, где левая часть нам известна, а правая записана вот в виде интеграла с неопределенными коэффициентами. Ну, то есть получается система двух интегральных уравнений, которая спокойно решается с помощью интегрального преобразования Фурья, которая переводит их в систему двух алгебраических уравнений относительно двух неизвестных, C1 и D1. Ну, вот здесь вот возникают модифицированные функции Бесселя второго рода, они же функции Макдональда. Сделаны некие переобозначения безразмеренной, радиус петли С, отнесенные к радиусу нано-проволочке, ну и просто обозначение W. Миколай Ильич, можно вопрос, Андрей? Миколай Ильич, я вот хотел спросить, а вот само условие с этим источковым членом, которое определяет вот эти дислокации, оно куда входит и в какой форме, в каком виде? Вот мы-то даже не только боковым стенкам, но это на бесконечности. Это в случае, да, это петля в бесконечной среде, то есть она является сама источником внутренних напряжений. Ну, вот Юлия, она в виде как дельта-функции Дирака по окружной координате, или по оси Z, прошу прощения? По оси Z, да. По оси Z дельта-функция, а по окружности как что? Как скачок деформации или напряжения? Ну, тут будет у нас, ну, я покажу потом просто карты, мы увидим. Просто мне интересно, вот это, ну, как я тебе задавал уже вопрос технически, скачок деформации, скачок напряжения, это несоответствие... Вводится скачок перемещений, скачок перемещений. Скачок перемещений все-таки, то есть там идет нарушение сплошности. Ну, B, да, B как раз нам задает величину скачка перемещений. То есть в случае плоской, то есть прямолинейной дислокации, да, это просто делается разрез, и края разреза сдвигаются вдоль направления вектора Гюргерса, например, на постоянный вектор Гюргерса. И на этой плоскости возникает скачок перемещений. Спасибо, Михаил Иванович. Я продолжаю, да? Да, конечно, спасибо. Да, окей. Вот, ну вот из этой системы уравнения мы находим сразу фурие-образы коэффициентов C1 и D1, и, собственно, отсюда мы находим уже представление фурие-пространства, вот это вот вторую компоненту. То есть дальше уже идет численное обращение в обычное пространство и численное исследование полученного решения. Ну вот здесь вот показаны картинки, которые подтверждают выполнение граничных условий, то есть в виде графиков, да, то есть мы берем несколько сечений, три сечения плоскости залегания петли. Это вот, что тут Z равное, а, нет, не плоскости залегания, извините, да, это я зря сказал, плоскости А делить на 4, то есть отступя 4 радиуса от плоскости залегания петли, дальше отступя половинку радиуса и отступя целый радиус. И мы видим, что радиальная компонент заменяется довольно неоднородно, но на поверхности обращается в точности в 0. Ну и другие компоненты тоже на поверхности дают 0. И здесь для сдвиговой компоненты ровно то же самое, в этих же плоскостях мы тоже получаем 0. Вот, ну и то же самое, в общем-то, видно, хотя не так наглядно, на картах напряжения. Вот они, карты, построенные для всех ненулевых компонентов тензора напряжения, радиальная компонента, сдвиговая компонента, продольная компонента, да, и окружная компонент. Вот, ну вот видно, что здесь вот все выходит на 0 на поверхность. Да, это вот координаты Y и Z. То есть мы берем центральное продольное сечение и строим в нем распределение напряжения. То есть дислокация здесь находится вот в этих точках. Ну вот видно, что здесь происходит концентрация опять же. Естественно, здесь они, естественно, расходятся. То есть, ну такие довольно-таки стандартные получаются картинки, из которых можно сразу же судить, что действительно, вот если посмотреть, например, на компоненту Sigma ZZ, мы видим, что внутри у нас поле растяжения, да, вот, то есть во всей вот этой области, а здесь у нас поле сжатия. То есть если мы вот такую дислокационную петлю поместим на границу раздела сжатого ядра и растянутой оболочки, то у нас как раз растянутая область из-за наличия дислокации наложится на сжатие, и наоборот сжатые поля напряжения и дислокации наложатся на растянутую оболочку, и произойдет взаимная компенсация этих полей. Вот мы получим релаксацию. Ну, давайте посмотрим. Да, ну я забыл сказать, что напряжение здесь вычисляется в единицах G модуль сдвига умножить на B и делить на A. B – это величина вектора Бюргерса. Ну вот можно их легко оценить, да, чему они тут равны. Построены эти карты для случая, когда радиус петли составляет 0,7 от радиуса цилиндра. Величина цилиндра радиус 50 нанометров, то есть диаметр 100 нанометров. Ну, коэффициент пласона 0,3. Можно оценить величину напряжения. Она довольно значительная получается. Карту дилатации можно построить легко, то есть всестороннее растяжение сжатия. Тоже она нам показывает, что внутри петли мы имеем значительную область растяжения, а вне петли мы имеем значительную область сжатия. То есть вполне этот дефект может работать как такой вот компенсатор остаточных напряжений несоответствия. Здесь дилатация дана в единицах B на A. То есть если взять вот эти вот параметры, для которых построена карта, то по сути дела мы получаем выражение сразу же в процент. То есть мы получаем вот, пожалуйста, дилатацию в 2%. То есть очень большая величина. Ну, в общем, ничего удивительного в этом нет, потому что и очень тоненькая сама нанопроволочка всего 50 нанометров радиус. То есть там уже значительные величины достигаются деформации. Используя решение для упругих полей, можно получить расчетным путем упругую энергию. Опять-таки она легко записывается в виде слагаемого для бесконечной среды и дополнительного слагаемого, который учитывает наличие свободной поверхности. В случае бесконечной среды это опять решение Соломона и Дандерса. Точное решение. Вот оно через интеграл липсица Ханкеля. Ну, приближенно они показали, что можно аппроксимировать вот таким простым выражением. То есть вот логарифмом 8С на РС. РС – это радиус обрезания упругого поля на ядре дислокации. То есть это величина порядка величины вектора Бюнгерса. То есть порядка межатомного расстояния. Минус 2. Ну, а дополнительное слагаемое, оно получается легко расчетом. И оно принимает вот такой вот вид, вид вот такого интеграла. Вот и все. То есть мы видим легко обозримое решение, в отличие от тех решений, которые, в общем, получали до нас. Там были они примерно так в разы более громоздкими. Ну, а вот это вот уже полная энергия дислокационной петли в цилиндре с учетом энергии ее ядра. Вот учет ядра дислокационного – это вклад, который теорией упругости, обычной линейной теорией упругости классической не считается. Поэтому он берется как некая данность из компьютерного моделирования. И он учитывается параметром альфа. Параметр альфа, он для разных материалов меняется от единички до пяти. Ну, например, для металла примерно единица. Для типичных полупроводников, алмаза – это порядка пяти. Ну, в условиях логарифма это не так, в общем, существенно. Ну, и вот здесь вот на этом графике показано, как отличается решение для цилиндра от решения для бесконечной среды. Вот для случая, когда А равно 50 нанометров, этот радиус цилиндра, мы имеем вот красную кривую. Она почти линейная, но очень слабая, нелинейная здесь. Да, это энергия в бесконечной среде. А вот это вот энергия в цилиндре. Да, то есть мы видим, что примерно до радиуса петли порядка 0,4 от радиуса цилиндра мы можем пользоваться решением для бесконечной среды совершенно легко. Ошибка будет очень маленькая. Почему такое возможно? Ну, потому что петля, она является так называемым самоэкронированным дефектом. То есть ее упругие поля очень быстро спадают, как единицы на R в кубе деформации и напряжения. Поэтому практически вся энергия, она заключена либо вот в областях внутри петли, либо совсем недалеко от нее. То есть если мы отходим где-то на расстояние порядка радиуса петли, то дальше можно уже ничего не смотреть. Дальше уже практически плотность упругой энергии, она очень низка. Поэтому в этом случае мы можем пользоваться приближением бесконечной среды. Но если мы начинаем приближать дислокационную линию к внешней границе цилиндра, то, конечно, тут уже возникают отклонения. И интересно, что максимальных значений достигает эта энергия, когда радиус достигает 0,8 радиуса цилиндра. А дальше из-за того, что возникает уже экранировка упругих полей за счет действия свободной поверхности, энергия начинает падать и обращается в ноль на поверхности, когда дислокационная линия выходит на поверхность. – Михаил Ильич, я прошу прощения, свободная энергия – это на поверхности, как бы вы поверхность натяжения не учитываете? – Нет, здесь не учитываем. – Да, так а вот в этой задаче не учитываем. – Максимум, вот этот максимум и падение без учета поверхностного натяжения, энергии с поверхности, это получается ли бы это умозрительно? – Получается, получается, конечно, потому что мы же учитываем за счет экранировки свободной поверхности. – Свободная поверхность понижает деформацию. – Мы понимаем, что на свободной поверхности радиальные и напряжение равны нулю. – Да, да, именно. – Ну понятно, а все-таки почему 0,8? – В общем, вот это есть какое-то физическое объяснение, что экстремум достигается в этом пограничном слое? – Нет, нету, к сожалению. – Нет, нет, я просто, Максим, я тебя копаю, потому что работа на руках. – Ну, я понимаю, да, нет, мне самому интересно. – И так и хочется сказать, а если бы учить поверхностное натяжение, а если бы учить поверхностное натяжение? – Нет, нет, это делали мы это, делали, ну, в других задачах, правда, делали, учитывали поверхностное натяжение. Вот примерно в течение 10 лет я работал с иранскими коллегами по этому вопросу решали многие задачи для дислокации, для дискинации, и для нанопроволок, и для включения разнообразных неодородностей. Значит, вывод один. Значит, если мы берем те константы поверхностные, которые имеются сейчас, да, вот те, которые рассчитаны, то эффект примерно на 1 нанометр. То есть, если нас интересует поверхностный слой толщиной до 1 нанометра, там очень важно, очень важно. Если мы берем слой вблизи границы раздела, межфазной границы, тоже толщиной где-то 1 нанометр, туда-сюда, да, то тоже это не так важно, но это может быть существенно. То есть, мы показали, что если вот задача о релаксации напряжений за счет образования дислокации несоответствует учитывать поверхностное напряжение, то да, можно достичь некоторых изменений чисел. Принципиально ничего не изменится. Числа будут немножко другими. То есть, есть большие статьи об этом написаны. То есть, это важно когда? Это важно в том случае, если у вас действительно очень тонкие нанопроволочки. Вот если нанопроволочки толщиной, там, скажем, меньше 10 нанометров, а еще лучше меньше 5 нанометров, такие есть. Сейчас рекорд – это 1 нанометр, но, правда, это не свободно висящая нанопроволока, а это нанопроволока, осажденная на подложку. Ну, сейчас, по-моему, даже практически 2 атомных слоя вот такой вот сделали, то есть, это еще меньше нанометр. Вот. То там, конечно, это важно. Там это основное. А здесь, вы же видите, здесь в безразмерных величинах все тут можно взять километр, радиус, и там поверхность вообще роли никакой не надо играть. Спасибо, Михаил Ильич. Так что, поэтому мы вот в эти вот излишества пока не заходим. Ну, просто они не нужны, потому что рабочие, на самом деле, размеры, они не такие маленькие сейчас, пока еще, во всяком случае. Пока еще самые миниатюрные нанопроволоки, которые используются в реальных приборах, то, что я видел, ну, может быть, 10 нанометров. Меньше я не видел. И то это не свободные нанопроволоки, а это так называемые квантовые нити, которые вот в современных транзисторах используются в качестве таких проводочков тоненьких. Это как раз работа с отдельными электронами происходит. Вот, ну, вот давайте вот таким образом мы решили, получили новое решение в дополнение к уже известным для круговой петли в цилиндре. Вот теперь мы обращаемся к случаю композитного цилиндра. Но сразу я оговариваю, что здесь упругие модули считаются одинаковыми для того, чтобы не осложнять задачу. Потому что иначе придется решать задачи для петли с разными модулями, а это все усложняет на порядок как минимум. Ну, вот это все очень громоздко, пока мы до этого что-то не дошли. Здесь берется суперпозиция двух решений. То есть берется расчет сначала полей напряжений и энергии пегеретного состояния. То есть когда у нас есть цилиндр, да, окруженный оболочкой. Ну, знаменитый, это, в общем, обычный такой кабель, да, кабель, так сказать, с натягом, да, оболочка с натягом. Ну, хорошо известное решение, я думаю, получали их очень многие люди. Ну, вот здесь просто написано в компактном виде, вот, и взятые статьи Айфанте Сколесникова и Романов. Филмэк седьмого года, просто так вот удобно написано. Вот, можно отсюда посчитать энергию, тоже она нам пригодится, она определяется вот таким простым выражением. Ну, вот здесь графически показано распределение, зависимость продольного напряжения осевого сигма ZZ от Т, от отношения радиуса ядра к радиусу оболочки. Ну, вот видно, что в оболочке напряжения нарастают, да, по мере того, как уменьшается ядро, наоборот, как утончается оболочка, да, а в ядре они нарастают, когда уменьшается ядро. Ну, вот видна и зависимость энергии тоже. Ну, на этом задерживаться я не буду, тут все, в общем, достаточно тривиально. Ну, а вот здесь, наконец, идет условие образования петли. Значит, это так называемый квазиравновесный энергетический подход, в котором основной постулат тот, что мы сравниваем два состояния, когеретное состояние и полукогеретное состояние. То есть мы здесь не рассматриваем процесс перехода из одного состояния в другое. Это остается совершенно за рамками рассмотрения, и в этом, конечно, ущербность этого подхода. Но зато он прямо нас ведет к цели. Он дает нам необходимые условия образования первого дефекта несоответствия. То есть мы берем и рассчитываем энергию когеретного состояния, она нам уже известна, вот она. И энергию полукогеретного состояния, которая складывается из той же энергии когеретного состояния, плюс собственной упругой энергии, энергии ядра дислокации, плюс энергия взаимодействия, дислокация с упругим когеретным состоянием. Вот три основных вклада. Нас интересует разность энергии. То есть разность энергии, когда мы берем W2 минус W1, у нас, собственно, энергия когеретного состояния сокращается, и остается только два вклада. Это энергия петли дислокации несоответствия в нанопроволоке и энергия ее взаимодействия с тем исходным напряженным состоянием, которое было до ее появления. Собственно, первое мы уже нашли. Это было решением задачи из первого раздела. А второе легко записывается. Прежде чем мы туда перейдем, я хотел просто показать, что именно сечение вот этой нанопроволочки в этой части – это то, что мы наблюдаем на эксперименте. То есть вот так вот она выглядит. Вот энергия взаимодействия записывается буквально сходу. Почему? Потому что вот это напряжение осевое внутри ядра однородное. Это просто константа, которая зависит от соотношения толщин. Поэтому мы просто умножаем это напряжение на B и на площадь сечения вот этой самой нанопроволочки. Она же и площадь дислокационной петли. Даже не надо брать никаких интегралов. Мы сразу же получаем готовую форму. То есть мы рассчитываем эту энергию взаимодействия как работу по зарождению дислокационной петли в упругом поле несоответственно. Вот мы ее нашли. Что интересно? Интересно, что если мы построим зависимость этой энергии, да, ну сразу видно, что она отрицательная. То есть это говорит о том, что образование дислокации в данном случае выгодно. Вот здесь она построена для разных значений радиуса и для несоответствия порядка 1%. То есть 1 сотая в относительных единицах, то есть 1%. Ну коэффициент плацона везде 0,3 мы берем. Интересно, что максимальная энергия взаимодействия тоже где-то в районе, ну не 0,8 здесь, а 0,75. Да, вот какие-то такие вот магические числа. Там для собственной энергии максимум был на 0,8, здесь на 0,75. Ну вот видимо где-то тут вот уже набирается как раз наибольшее влияние вот этого слагаемого на то, что происходит в материале. Именно при таком соотношении радиусов петли и оболочки. Ну и тогда полное изменение энергии при образовании одной единственной петли дислокации несоответствия записывается вот такой компактной формулой. То есть вот эта вот энергия петли в бесконечной среде с учетом энергии ядра. Это та добавка, которую дает свободная поверхность нано-проволочке. А это энергия взаимодействия петли с исходным полем несоответствия. Вот, ну анализировать такое изменение энергии удобно в виде карты. Да, вот карта построенная в фазовом пространстве. То есть здесь вот у нас в качестве оси ординат это С, деленное на А, отношение радиуса ядра к радиусу оболочки. А здесь параметр несоответствует. То есть здесь вот этот параметр пробегает все значения от нуля до единицы. Ну а здесь начиная от нуля и до 10% мы доводим, потому что, ну дальше бывают еще системы где-то и 15% бывает, и 20% бывает. Ну и в случае, когда радиус нашей нано-проволочки составляет 50 анометров, мы получаем вот такую вот карту для значения вот этого дельта W в единицах Gb в кубе. Модуль сдвига на величину вектора Бюргерса, взятую в кубе. Ну, чтобы представлять себе, что это за величина, можно взять, скажем, пробный случай, когда G порядка 100 гигапаскалей. G – это такой хороший, достаточно твердый полупроводник. Ну и B можно взять порядка трех ангстрем. Вот в этом случае вот эта величина дает нам 17 электрон вольт. То есть довольно значительная величина. Ну а мы видим, в каких единицах здесь получаются энергии. Да, они, ну, довольно-таки значительны. Довольно-таки значительны, ну потому что, собственно, и дислокация довольно большая получается. То есть пока у нас маленькое несоответствие, да, мы попадаем в область положительных значений изменения энергии. Это означает, что никакая петля не должна зарождаться. Зачем она нужна, если она приводит к росту энергии? Нам этого не нужно. Однако, когда мы переходим через вот эту вот линию нулевое значение, да, мы получаем отрицательные значения. То есть вот в этой области, если мы попадаем в эту область параметров, несоответствие и отношение радиусов ядра и оболочки, мы получаем значительные выигрыши в энергии. Таким образом, граница между областями, где выгодно образовывать дислокацию, дислокационную петлю и где ее невыгодно образовывать, она проходит вот по этой черной линии. И тем самым, по сути дела, что мы получили, мы получили зависимость критического несоответствия от вот этого отношения С к А. Да, то есть это вот как раз мы получили некий критерий условия, критическое условие образования дислокационной петли. То есть если F больше, чем F критическое, а F критическое определяется вот этой линией, то образование выгодно. Если ниже F критического, то невыгодно. Ну а F критическое, в свою очередь, зависит от соотношения размера. Все оказывается очень просто. Теперь можно построить вот эти кривые для разных значений диаметров нанопроводки. Раньше мы брали вот 50 нанометров радиус, да, теперь мы берем разный. То есть мы берем диаметр 10 нанометров, 20, 50 и 100. Последний особенно привлекательный для нас. Почему? Потому что он соответствует в точности экспериментальному случаю, рассмотренному из рейтянами, когда образовывались дислокации. Ну и действительно для этого случая, если мы подставим сюда наши расчеты, их параметры, мы получаем вот эту вот точку. То есть несоответствие, которое у них было, 0,0667, то есть 6,67%. Вот она. Да, и соотношение диаметра ядра и оболочки. Вот она, 0,7. Мы получаем эту точку. Мы видим, что в этой точке действительно должны зарождаться дислокации, как оно и видно на эксперименте. Причем они зарождаются очень далеко от критической границы. То есть на самом деле они могли бы зарождаться и при гораздо меньше несоответствиях. Где-то порядка 1% при таких размерах. Но здесь несоответствие большое. Соответственно, мы можем ожидать, что не одна дислокация зародится, а их будет много. И так оно и есть на самом деле. Ну вот давайте теперь перейдем к обсуждению равновесной плотности петель дислокации несоответствия. То есть мы возьмем модель бесконечного периодического дислокационного ряда в виде таких петель. Все они будут одинаковые. У нас одного радиуса, стоящие друг над другом, в таком цилиндре. Но для того, чтобы анализировать эту ситуацию, нам первым делом нужно найти энергию взаимодействия между двумя петлями. То есть энергию парного взаимодействия. Считается она с помощью полученных решений достаточно легко. Просто как работа по образованию одной петли в упругом поле другой петли. А учитываются взаимодействия между петлями? Конечно. Мы это и считаем. Мы как раз и считаем энергию взаимодействия. Вот как бы независимо получается энергия одной плюс энергия другая. Не, 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 не. Нет, здесь нету собственных энергий, Амитрий Анатольевич. Собственных энергий здесь нету. Я считаю только энергию взаимодействия. Но петля не имеет собственной энергии, в принципе. Ну вот в этом расчете. Понятно. Понял, Миша. Мы просто именно считаем энергию взаимодействия L и L. Петля, петля. Видите, вот. Опять-таки она складывается из двух составляющих. Энергия взаимодействия петель бесконечной среде плюс некая добавка за счет учета свободной поверхности. Посчитали, получили решение для бесконечного случая через интеграл L и L и L и L и получили добавочку в виде интеграла вот такого, который считается достаточно легко учисленным. И что получаем? Ну вот получаем зависимость энергии взаимодействия от параметров задачи. Ну, например, берем расстояние между петлями маленькой. Одна десятая радиуса цилиндра. Да, вот близко они стоят друг от друга. И смотрим, как зависит энергия взаимодействия от отношения радиуса петель к радиусу цилиндра. Опять мы видим с вами характерный максимум. И опять этот максимум лежит где-то в районе 0,75. Михаилович, прости, дурака старого. Вот если аж стремится к нулю, во что может выразиться формула та, которая вот была до того года? Бесконечность. Она что-то делает бесконечность? Но это делать нельзя, Дмитрий Анатольевич, нельзя это делать. Мы выходим за рамки линейной теории грубости сразу. Нет, ну это отдельный вопрос. Там линейная, нелинейная, показатель будет каких-то напряжений, бешеных перемещений, деформаций. Но вот формально формула написана. Что получается аж к нулю? Я вижу, там не бесконечность. Поэтому если вернешь, буду признателен. Ну, надо смотреть, что вот здесь получится. А вот здесь все в порядке. С интеграммом Ханкеля при аж ты мячимся к нулю, там ничего страшного нет. Вот это мне интересно. Я не уверен, надо исследовать. Я так сразу вам не скажу, но я думаю, что это будет бесконечность. Извиняюсь, извиняюсь. Сходу не скажу. Но вообще-то это запрещенный привычный. Ну, могу сказать одно, что вот если рассматривать аналогичную задачу в градиентной теории упругости, то все будет хорошо. Никакой расходимости не будет. А будет просто удвоение энергии собственной двойной дислокации. Вот это я делал для прямолинейной дислокации. Вот для прямолинейных я просчитывал. Действительно получается бесконечность в случае энергии взаимодействия. Думаю, что и с Ханкелем получится то же самое для петлевых. Ну, даже не проверяли, не приходило в голову. Хорошо. Теперь мы берем случай, когда у нас зафиксировано отношение радиуса петли к радиусу оболочки 0,7. И смотрим, как меняется энергия взаимодействия от H, от расстояния между петлями. И видим, что она достаточно быстро спадает практически до нуля. То есть, как только мы отошли на расстояние порядка полутора радиусов друг от друга, то практически петли перестают взаимодействовать. Ну, это и понятно. Так оно и должно быть. Потому что петли, еще раз я говорю, это самая экранированная система. У них поля напряжения и деформации спадают очень быстро. И вся энергия от петли, она сконцентрирована в непосредственной близости друг от друга. Вокруг нее, да. Поэтому, когда мы просто отодвигаем друг от друга, они уже перестают практически друг другу чувствовать. Ну, вот здесь что-то решение есть какое-то, но оно уже несерьезное. Можно уже им пренебрегать. Ну, вот таким образом мы получили то, что и хотели. Мы получили весь математический аппарат, который нужен для анализа периодического бесконечного ряда. И вот мы берем, располагаем такой ряд дислокаций несоответствий петлевых на границе раздела ядра и оболочки. Берем некоторую пробную петлю и кусочек материала, который ее окружает. Тем самым мы выделяем один период. Вот такой периодической структуры. И смотрим, чему будет равна энергия вот этого кусочка. Мы вводим некую плотность, полную энергию, погонную плотность по оси Z. Умножаем ее на величину этого кусочка, на H. И записываем все слагаемые энергии, которые в этом кусочке оказываются. Ну, кто здесь оказывается? Здесь оказывается кусочек энергии несоответствия. ЕФ, та энергия, которая была до появления дислокации. Тут оказывается энергия одной петли, собственная энергия пробной петли. Тут оказывается энергия взаимодействия этой петли со всеми остальными петлями ряда. И энергия взаимодействия этой петли с исходным полем несоответствия. Вот четыре слагаемых. Причем все их мы уже определили. Мы знаем энергию исходного несоответствия, мы знаем собственную энергию петли. Здесь она записана через функцию ПСИ. Вот она довольно обозримая. Такая получается здесь. Мы записываем формально в виде ряда энергию взаимодействия со всеми прочими петлями через энергию парного взаимодействия. Вот она. И энергию взаимодействия с исходным полем несоответствия. Вот она. Все мы знаем. И дальше нам остается только выбрать такое N, чтобы можно было численно проводить расчет. Ну, выбор числа N зависит в основном от геометрии. То есть понятно, что если геометрия будет такая, что радиус будет невелик, а расстояние между петлями будет достаточно большое, больше этого радиуса петель, то тогда можно ограничиться ближайшими соседями. Но здесь ситуация такая, что как раз радиус велик. Практически радиус ядра очень близко подходит к радиусу всей оболочки. Тут расстояние маленькое совсем. Поэтому петли лежат очень близко друг к другу. То есть фактически плоскости этих петель перекрываются на каком-то близком расстоянии. Поэтому надо брать их много. Ну, вот расчеты показали, что если взять по 20 петель в каждую сторону, то все, результат будет сходиться уже. Дальнейшее увеличение числа петель не будет приводить к никаким изменениям. Поэтому берется и строится дальше зависимость плотности полной энергии от расстояния между дислокациями. Ну, приведенное расстояние отношения h, деленное на а на радиус нанопроволочки. И получается вот такая вот замечательная функция. Ну, вот здесь вот две функции показаны для двух разных значений несоответствия. Откуда они взялись? Ну, просто они взялись из экспериментальной работы. Авторы считали по разным формулам несоответствия. Мы решили взять оба результата и посмотреть, насколько там будут ли какие-то различия. Ну, вот здесь вот строится зависимость для полной энергии. Значит, система ядра арсенит-индия, арсенит-индия, оболочка арсенит-галя, диаметр нанопроволоки 100 нанометров, отношение радиуса ядра к радиусу оболочки 0,7, коэффициент полосона 0,3, н 20. Вот получаем вот такие вот зависимости с характерным минимумом. Минимум нам и дает то равновесное состояние, которое мы искали. То есть вот мы сразу же отсюда находим H. То расстояние между петлями, которое дает нам оптимальную структуру дислокационного ансамбля, которая обеспечивает минимум энергии. Ну, для того, чтобы пересчитать в понятные какие-то величины, вот эту величину минимумов, мы переводим это в электрон вольты на атомы. На атомы для этой системы, для этих параметров, получается для одного значения, вот для этого значения, получается 2,1 электрон вольт на атом, а для вот этого значения 0,817 – 2,4. Конечно, 2 электрон вольта на атом – это большая величина. Но надо понимать, что и несоответствие большое, и энергия огромная. Так что ничего в этом удивительного для нас совершенно нет. То есть это совершенно естественно. То есть, в принципе, вот такую энергию набрать за счет каких-нибудь термофлуктуаций, скажем, при комнатной температуре, совершенно нереально. Вот оценки показывают, что 2 электрона вольта – для этого нужно ждать эту термофлуктуацию, такую где-то 200 возрастов Вселенной. То есть это очень большая величина. Но, тем не менее, вот за счет того, что сочетаются такие плохо сочетаемые решетки, они вызывают такие гигантские деформации, вот они вот такие вот энергии получаются. Ну, давайте посмотрим, каков же выигрыш в энергии. Это мы посчитали просто полную энергию системы. Берем выигрыш, мы из полной энергии вычитаем энергию когерентного состояния. И тогда мы получаем практически одинаковые два решения для двух значений. Да, они накладываются друг на друга. Минимум, конечно, сохраняется. И мы получаем значение минимума. То есть тот выигрыш в энергии, который достигается за счет образования такого вот равновесного дислокационного ряда. Ну, вот в первом случае для 6,67% несоответствия мы получаем минус 0,65 электрон вольт на атом. Да, а во втором случае мы получаем 0,76 электрон вольт на атом. То есть, ну, вполне себе приличная энергия. То есть мы получаем выигрыш в энергии порядка 31%. Вот. Ну и более того, мы теперь можем посчитать расстояние между дислокациями равновесное. Да, оно оказывается в одном случае, в случае меньшего несоответствия, 9,05 нанометра, а в случае 7,17% 8,35 нанометра. А эксперимент нам дает от 7 до 8,5. То есть вы видите, что практически вот эти диапазоны, они перекрываются. То есть мы получили теоретическим путем расчетным ровно то, что наблюдали экспериментаторы. Ну, вот надо сказать, что в нашей вот науке, да, дислокационной, там такие соответствия встречаются крайне редко. Да, обычно попадание в порядок это считается, в общем-то, нормой. Да, это большой успех. Вот здесь попали в число. Ну вот у меня за всю жизнь было 2 или 3 таких случая, только когда удавалось достичь вот полного соответствия такого с экспериментом. Это были очень четко, строго поставленные задачи и очень точно выполненный эксперимент, когда все было, в общем-то, вполне однозначно. Ну, вот как раз вот такого рода ситуация и здесь оказалась. Вот такой вот получился результат. Ну вот, выводом перехожу по первой части доклада. Что получили? Таким образом, методом Лурия получены новые аналитические решения для поля напряжения упругой энергии круговой призматической дислокационной петли бесконечным упругом цилиндре со свободной поверхностью. Впервые получено аналитическое решение для энергии парного упругого взаимодействия таких петель в цилиндре. Найдено и изучено критическое условие образования первой петли дислокации несоответственной нано-проволоке типа ядра-оболочка. И впервые рассчитана равновесная плотность бесконечного периодического ряда петель дислокации несоответствия в такой нано-проволоке. Показано, что в случае нано-проволоке, состоящей из ядра Арсенида Индии и оболочки Арсенида Галли, расчетное значение равновесного периода такого ряда хорошо соответствует экспериментально. Ну и, наконец, относительный выигрыш в энергии в результате такой релаксации напряжения и соответствия составил примерно 31%. Ну вот, подробное изложение этих результатов можно найти в нашей статье. Она вышла в 2020 году. Это International Journal of Engineering Science. Если кого-то это интересует, я могу прислать копию электронную. Спасибо за внимание. Это вот был первый раздел. Спасибо, Михаил Юрьевич. Задать вопросы по первой части вам удобнее сначала, да? Ну, наверное, конечно, потому что под руками презентация. Если можно, коллеги, готовьте вопросы. Большое спасибо за очень такое изящное изложение. У меня осталось впечатление красоты, помимо того, что очень интересно, осталось впечатление красоты математической. Если можно, я задам просто первым вопрос по простой причине. На слайде с выводами, Михаил Юрьевич, последний вывод про 31% выигрыша в энергии. Да. Он касается нанопроволоки с отношением ЦК-А радиусов ядра к оболочке равным 0,7 конкретно. Скажите, пожалуйста, исследовали, что произойдет, если немножко подвигать ЦК-А от 0,6 до 0,8 с этим выигрышем? Нет. Нет, не исследовали. В этом есть какой-то... Это такое, это как бы бантик на тортике был, то есть это между делом так получили. Но может быть значительно, или это не имеет смысла просто делать, просто не успели или не имеет смысла? Нет, ну это, понимаете, это такой факультативный результат, который, ну, можно принять к сведению и все. То есть на него никто не будет все равно ориентироваться, все будут ориентироваться именно вот на эти числа. на остаточную деформацию. Ну, кого-то... В принципе, энергия – это вещь такая, которую померить-то невозможно, ее можно посчитать. Да-да. Да. А интересует как раз измеримая величина. А измеримая – это вот уровень деформации, расстояние между дислокациями, то, что можно наглядно увидеть. Да, спасибо. Коллеги, прошу вас с вопроса. Ну, я вот позволю тоже вот отметить, как и Андрей Владимирович, ну, действительно, хорошее слово, изящная работа. Это вот еще раз говорит о том, что теоретические исследования новых вещей, они все-таки должны идти впереди, чем все цифровые методы, как говорится, решения задач. Потому что нужна, прежде всего, хорошая идея. Здесь очень хорошая, крепко опирающаяся теория на известные методы математической физики, которые мы имеем в механике. Вопрос, может быть, который был только слово сказанное. Михаил Юрьевич, скажи, пожалуйста, дорогой, вот характерные времена релаксации, вот включения в район дислокации, каковы, каковы их порядки? Ой, я думаю, что это пикосекунды. Именно пикосекунды. Сам процесс, сам процесс, сам процесс образования дислокации – это очень быстро. А если, на самом деле, вот если появляется примесь, вот та же самая на границе материалов, время, по идее, должно увеличиваться? Или я не прав? Не, но, Дмитрий Анатольевич, смотрите, это все зависит от конкретного случая. То есть, абстрактно так сказать трудно. То есть, вообще, вот сам характерные времена зарождения дислокации, если созрели для этого условия, это пикосекунды. Это очень быстро все происходит. Другое дело, что дальнейшее развитие этой структуры – это процесс некий, который может занимать там уже и до микросекунды. То есть, если этот процесс включает большое количество дислокаций, они начинают взаимодействовать как-то друг с другом. Здесь все происходит очень быстро, потому что при таких величинах несоответствия дислокации образуются буквально вот в первых же слоях. Вот один-два слоя нарастили, и уже они образовались. И вот второй вопрос такой, как вы считаете. Вот все-таки вот я не ощутил, как вы учитываете и в чем проявляется взаимодействие одной дислокации с другой. Мне казалось, что происходить должна некая даже компенсация при некоторых случаях. Вот что происходит? Смотрите, компенсация будет, если петли будут противоположного знака. То есть здесь петли... Да, здесь одинаковые петли. Потому что я как раз про этот механизм хотел спросить. А это тоже наблюдается при каком-то критическом расстоянии между ними? Нет, но здесь все петли одного знака, потому что у нас мы должны скомпенсировать одно и то же когерентное состояние несоответствия вдоль оси нанопроволоки. То есть везде состояние одно и то же. Поэтому и дислокации должны быть все одинаковы. А напряжение при этом они не доходят до пластики. Вот мы же сейчас работаем все с теорией упругости, линейной теорией. Это и есть пластика. Это и есть пластика. Образование дислокации это и есть сама пластика. Но работаем мы как бы накладывая на это состояние малые деформации, малые напряжения, работаем с теорией упругости. Я так понимаю? Да. Да, конечно. Хотя считаем, что основная часть напряженного состояния мы уже находимся за пределами текучести. Вот в этой области. Так у нас, ну конечно, но текучесть у нас она и обеспечивается появлением дислокации. Ясно. Спасибо, Виктор Ильич. Ну еще раз говорю, что ну красиво. Что сказать? И весь красиво. Спасибо. Как Илья говорил, на кончике пера. Коллеги, еще вопросы? Прошу вас. Ну, пока коллеги собираются, я тогда задам свой вопрос. Михаил Юрьевич, вот там, где вы вывели черную критическую кривую, посчитали, ниже которой образование дислокации невыгодно, выше выгодно, черная. Вот она. Скажите, пожалуйста, вы как-то пытались ее аналитически аппроксимировать, как бы обнять ее формулой? Первый вопрос. И второй вопрос. Не удалось ли обнаружить неких обобщенных симметрий там относительно малых цен АА и больших? Ну, чисто математическая, конечно, берелька, но вдруг? Нет, конечно, конечно. Это делается аналитически все легко. То есть мы просто приравняем дельта W нулю, да, и отсюда получаем ну вот такую вот формулу. Вот у нас F входит только в одно место. Вот оно. Оно аналитически отсюда выражается. Ну, хотелось бы без интегралов некоторую аппроксимацию. Можно без интегралов некой? Можно, да. Для этого нужно взять и устремить действительно либо взять случай маленьких петелек, либо случай то есть либо маленькие петли, да, либо большие петли, маленькие оболочки. В случае тонкой оболочки мы переходим к случаю прямолинейной дислокации на границе раздела тонкой пленки на толстой подложке и там аналитическое решение простое очень. Там интегралов не будет. Вот. В случае, когда очень маленькое ядро тоже получится простое аналитическое решение они все в общем известны. Хорошо. То есть мы же их и получали. В том числе. Ну и другие люди получали, да, чтобы там не обижать кого-то еще. То есть это такие вещи, которые получают уже лет там пятьдесят. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Ну, тогда такой фантазийный вопрос, который у меня возник в самом начале. Теперь про слайд, где вы рассказывали о технологии выращивания нанопроволок. Понятно, что большую роль, раз вы растили ее, видимо, вертикально, да? Ну, только не мы. Ну, только не мы. Вертикально, да. Рост проходил вдоль линии поля тяжести. Скажите, пожалуйста, что будет, если попытаться применить эту технологию не для выращивания нанопроволок, а выращивания каких-то, может, других структур? Первое, в невесомости. И второе, если это делать точно так же, только добавить некие вращения. Может быть, нам нужны какие-то спиральные нанопроволоки. Вот в этом направлении развивается технология? Сложный вопрос. Не интересовался. Знаю, что в космосе растили кристаллы. То есть, там что-то типа шариков шариков слоистых? Не факт, не знаю, просто я, вот знаете, они растут не снизу вверх, а часто они растут наоборот сверху вниз. То есть, подложка, она сверху находится, а вот эти кристаллики могут расти и вниз. Такое тоже возможно. То есть, это все зависит от аппаратного решения, как там устроена камера ростовая. Ну, это совершенно такое уже. А вот искривленные нано-проволоки за счет того, что мы какие-то ускорения добавляем от вращательного движения, они нужны зачем-то или нет? Есть ли запросные? Ну, вы знаете, да нет, но и растят, и всякие спиралевидные нано-проволоки тоже. Это довольно много. Вот, честное слово, не знаток. Спасибо. Просто было любопытно. Я понимаю. Вот видите, они здесь и так такие кривые растут при обычных условиях. Так что, я думаю, что в основном проблема-то вырастить прямолинейные, а уж кривые они могут вырасти сами собой. Здесь кривая образовалась в результате того, что, видимо, там была начальная слабина, где-то начальные дефекты. Она наклонилась и дальше, как пизанская башня, стала гнуться. Вы думаете, я не знаю. Трудно сказать. Может быть, это в процессе съемки какое-то было воздействие именно. Но, в принципе, это уже достаточно такая грубая система. Тут могли чем-то там задеть. Спасибо. Приди, вот такие анопроволочки, они очень легко меняют свою форму под действием механического нагружения и остаются при этом упругими. Да, потому что у них маленькая жесткость на изгиб. в том числе. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Ну, если вопросов нет, давайте переходим тогда ко второй части доклада. Да, хорошо, тогда сейчас я открою и вернусь в этот доклад. так вот я подключаю вторую часть. Видим. Ну, хорошо, давайте теперь вот мы до сих пор не говорили о том, как же все-таки происходит образование этих петель. да, но в данном случае мы не будем говорить про петли, мы будем говорить про прямолинейные дислокации. Вот, ну, вот здесь вот другие уже авторы, Андрей Михайлович Смирнов и Станислав Андреевич Красницкий, это бывшие наши студенты, которые обучались в политехе, потом они прошли обучение в аспирантуре, первый в университете ИТМО, второй политехе же, вот сейчас они первый доцент ИТМО, второй, да, ну, защитились успешно, во второй старший научный сотрудник вот у нас в лаборатории в институте проблем машиноведения и одновременно тоже он преподает и в политехе, и в ИТМО, в общем, такой многостаночник тоже, вот. Ну, опять-таки, давайте начну я с небольшой мотивации, более короткой, вот мы опять смотрим на те же самые нам уже полюбившиеся нано-проволоки, и если раньше мы смотрели с вами на продольное сечение, смотрели на сечение недислокационных петель, то теперь мы посмотрим, что будет, если мы посмотрим с торца в поперечном сечении. Каким-то образом авторы резали эти нано-проволочки и смотрели на торец, вот что они видели. Вот они видели при разных светлопольной, темнопольной, и картинка это все просвечивающая электронная микроскопия. Ну, вот видно, что, во-первых, сама нано-проволочка ограненная, да, во-вторых, само ядро ограненное, да, то есть оно содержит вовсе не цилиндрические какие-то формы, а такой вот гексагончик с прямолинейными участками. И видно, что на этих прямолинейных участках что-то не в порядке с контрастом, да, электронно-микроскопический контраст нам подсказывает, то есть чередование темных и светлых пятен, нам говорит о том, что там находятся дефекты. И действительно, в режиме прямого разрешения мы видим там дислокации несоответствия. Единственное отличие от предыдущего случая, когда эти дислокации несоответствия легко выявлялись глазом просто, да, потому что они соответствовали каноническому изображению краевой дислокации, как лишней вставленной такой оборванной атомной плоскости. Здесь надо смотреть немножко в кость, то есть надо смотреть вдоль атомных рядов. Сначала вот справа налево, вот сюда вниз, а потом сверху немножко вниз. И вы увидите тоже две разные оборванные плоскости. То есть это так называемые дислокации ломор, которые возникают в полупроводниках, в полупроводниковых вот таких вот материалах и очень часто наблюдаются как раз на границах раздела подложки и пленки. Так называемые сдвоенные такие дислокации с двух сторон оборванной плоскости. Итоговый вектор Бюргерса лежит в плоскости границы раздела. Вот это так называемые сидячие полные дислокации ломора. Они имеют краевой характер. Вот это означает, что вообще говоря, вот если бы это была плоскость скольжения, а это не плоскость скольжения, на самом деле плоскости скольжения здесь наклоненные, да, то есть дислокации могли скользить по этим плоскостям. Но если бы она была плоскостью скольжения, то они могли бы спокойно перемещаться вдоль этой границы. То есть по идее можно было бы ожидать образования дислокации несоответствия за счет скольжения по таким прямолинейным участкам. Но это не совсем такой случай, я его взял для иллюстрации просто, вот, для того, чтобы мы посмотрели, как они выглядят. На самом деле эти дислокации несоответствия имеют прямолинейную форму, да, они уходят куда-то туда, расположенные вдоль оси нано-проволочке, вот, и тоже вносят, конечно, свой вклад в релаксацию напряжений несоответствия. То есть вот тот 31%, который мы насчитали от петель, да, вот, почему он такой небольшой, да, потому что еще нужно считать процент, который вносит релаксацию вот этого дислокации, они сидят по всем граням. Но вот эта вот задача, к сожалению, пока не решена, она гораздо более сложной оказалась, вот, ну, просто потому, что, по-видимому, нет еще, не появилось хорошего студента, который мог бы с ней справиться. Вот одна девушка пыталась, но что-то у нее там не получилось. Просто она прекратила учебу, вот, а в принципе такая задача стоит, и я надеюсь, что когда-нибудь мы к ней и подберемся, да, вот, ну, а пока мы будем говорить о том, каким образом вообще могут зарождаться вот такие вот дислокации на прямолинейных участках границы. Опять-таки мы возвращаемся к тем схемам, которые иллюстрируют решенные задачи, и мы видим, что до сих пор изучались цилиндрические ядра и цилиндрические же оболочки, да, ну, естественно, потому что высокая симметрия и граница гладкая, легко решать граничные задачи. В реальности же мы имеем дело очень часто цилиндрические тоже бывают, но очень часто бывают ограненные структуры. Ну, вот, например, здесь показаны изображения, полученные в сканирующем электронном микроскопе, это на нано-проволоке с ядром фосфида Индия, его тут не видно, да, а оболочка Индии, галлий, арсеникум. Такая тройная структура, здесь треугольная и гексагональная огранка. Вот мы видим поперечное сечение в виде правильного, почти правильного треугольника, и можно найти поперечное сечение гексагонального сечения. Чем это определяется? Ну, по-видимому, это какие-то кинетические особенности, плюс это энергия вот этих вот поверхностей, да, но это вот вопрос физхимиков, да, они вот этим занимаются и любят такое вот моделировать. Мы же просто констатируем то, что в реальности, как обычная ситуация, гораздо сложнее и можно найти большое многообразие форм поперечного сечения, которые дают нам возможность ставить, решать несколько другие задачи и смотреть что-то еще тоже интересное. Ну, вот здесь вот, например, показано поперечное сечение нанопроволоки из ядра оксид олова, да, оболочка оксида титана. Здесь вот ядро оксид олова имеет просто вид прямоугольника в поперечном сечении, вот мы видим в прямом разрешении, вот оно хорошо видно, более темное, а вокруг идет восьмигранная оболочка. Ну, вот здесь атомная модель такой структуры получена. Ну, соответственно, есть еще и много примеров из мира уже не нанопроволок, а наночастичек, да, то есть это уже такие трехмерные образования, не вытянутые обычно вот такие они более или менее равноосные. Ну, вот хороший очень пример здесь приведен, свежая совсем работа, я вот был как раз ее рецензентом, поэтому ее как раз и зацепил 21-го года. Вот, что мы здесь видим, мы видим здесь сочетание палладия в качестве ядра и золота в качестве оболочки. Вот на рисунке А изображено, это изображение в просвечивающем электронном микроскопе, вот, это просто частицы палладия, да, то есть палладия в виде таких, ну, почти кубиков либо вытянутых кубоидов каких-то, да, вот в прямом разрешении мы видим, что, ну, просто кусочек вот палладия. Причем, обращаю ваше внимание на однородный контраст, да, он показывает, что внутри ничего такого особенно интересного нету, то есть, ну, решетка, решетка идеальная, решетка, маленькие кусочки материала, меньше 20 нанометров размеров, естественно, там ничего особенного быть не должно. Начинаем осаждать пленку золота, вот она такая вот зелененькая здесь, красный палладий, зеленоватое золото. Появляются какие-то первые, так сказать, настораживающие особенности контраста, появляются более темные какие-то линии. Когда толщина достигает уже 3 нанометров, они становятся совершенно отчетливыми, мы можем говорить, что начинаются от чего-то, процесс релаксации, скорее всего, напряжения, да, скорее всего, вот эти особенности контраста связаны с дефектами, которые образуются внутри этих частиц. Ну, и тем более, это происходит отчетливо, когда толщина пленки достигает 5 нанометров. Ну, вот авторы пронаблюдали это и решили посмотреть, что же бывает при наращивании оболочки в прямом разрешении. И вот они обнаружили следующую последовательность событий. Сначала один нанометр золота на палладе ничего особенного не фиксируется. 3 нанометра. Вот мы отчетливо видим дефекты упаковки. Желтыми стрелочками показаны дефекты упаковки. Ну, что такое дефекты упаковки? Вкратце, это такие планарные дефекты, которые образуются, когда в материале проходит так называемая частичная дислокация. Частичная дислокация отличается от обычной решеточной полной дислокации тем, что у нее вектор Бюргерса, как правило, меньше, чем у решеточной. То есть, он не является вектором трансляции решетки. И поэтому, в отличие от случая полной дислокации, за которой дефекты упаковки не возникают, полная дислокация проходит, и решетка за ней следом восстанавливается. То есть, если дислокация ушла далеко, вы никогда не поймете, что здесь была дислокация. Решетка восстановилась. В случае частичной дислокации выведен, но вот таким образом, вот такая особенность контраста сразу видна. Это неправильное расположение атмов. Часто, например, в ГЦК решетке, то есть, в границентрированной кубической решетке образуются тонкие прослойки ГПУ решетки. Такие бывают дефекты упаковки. Вот здесь мы видим один такой дефект упаковки, который обрывается. Вот здесь он обрывается. Что это говорит? Это говорит о том, что здесь осталась частичная дислокация. Можно предположить, утверждать я не могу, поскольку я не экспериментатор, не автор этой картинки. Это удел авторов рассуждать о том, что они наблюдают с уверенностью. Я могу только предполагать. Вот здесь мы видим два таких дефекта упаковки. Называемые V-образные дефекты. То есть два дефекта упаковки, которые образуют такую буковку V. Но надо сказать, что такие образования видели в планарных структурах и известно, откуда они берутся. Берутся они оттуда, что на поверхности образуются сначала частичные дислокации, так называемые ведущие частичные дислокации, которые скользят по плоскостям легкого скольжения. В данном случае это плоскости с индексами 1-1-1. Доходят до границы, встречаются, а за ними тянутся дефекты упаковки. Потом на каком-то этапе, да, они встречаются, образуют эту дислокацию ломора, сидячую дислокацию, которая здесь вот уже двигаться не может, но она является отличным таким способом релаксировать напряжение несоответствия, потому что ее вектор Бергерса строго лежит в плоскости границ весь целиком. А затем либо этот дефект упаковки, как здесь, доходит до поверхности, либо в этом месте зарождаются так называемые ведомые частичные дислокации, которые скользят вслед за ведущими, и при этом их скольжение компенсирует дефект упаковки. То есть за ними решетка восстанавливается, а дефект упаковки при этом сохраняется, но укорачивается. Ну вот такие вот образования наблюдали часто в различных тонких пленках на подложках плоских. Ну а здесь удалось пронаблюдать вот немножко такую очень похожую особенность вот наночастичках. И вот тоже похожая ситуация. Вот прошла дислокация по-видимому частичная, за ней образовался вот такой вот дефект упаковки, который тянется от одной поверхности до другой. То есть дислокация прошла, дефект упаковки образовался, вторая дислокация не зародилась ведомая, ну вот он так и продолжает жить здесь как-то. А здесь дефект упаковки вот пересекает внутреннюю область, по-видимому область ядра. Вот здесь вот есть частичные ну и все эти дислокации для случая ГЦК-решетки, а это ГЦК-решетки, конечно, это палладий и золото. Это известные частичные дислокации, так называемые дислокации шокли, единственный тип частичных дислокаций, которые обладают способностью скольжения. Не буду в это углубляться. Короче говоря, мы видим, что есть такие вот процессы образования дефектов упаковок, частичные дислокации и это служит некоторым подтверждением того, что мы сейчас будем обсуждать. Михаил Юрьевич, параметр F для этой пары палладий и золота какой несоответствует решеток? 4,6%. Спасибо. Если я не ошибаюсь, в порядке. Знаете, вот мы до этого дойдем, я могу в порядке ошибиться, либо 0,46. Вот мы покажу. Так, значит, ну вот при теоретическом описании условий образования дислокации несоответствия в композитных нанопроволоках, что обычно не учитывают? Обычно не учитывают механизмы образования дислокации несоответствия и энергетические барьеры для их образования. Да, потому что надо обязательно задаваться каким-то механизмом. Не учитывают также огранку ядра и нанопроволоки самой, и концентрацию напряжений на их ребрах, ну точнее концентрация напряжений на ребре ядра и возможное наоборот понижение напряжений на ребре нанопроволок. Не буду говорить, что там концентрация, потому что недоисследовал вопрос еще. Где-то наблюдали концентрацию, где-то наоборот разгрузку. Что сделано в этой работе? В этой работе учтены механизмы образования, рассчитаны энергетические барьеры для их образования и учтена огранка ядра и концентрация напряжений на ребрах ядра. Огранка нанопроволоки здесь не учитывалась, считалось, что нанопроволока сохраняет свою цилиндрическую форму. Давайте перейдем к модели. Сразу же модель той нанопроволоки, которую мы будем изучать в когерентном состоянии, она представляет собой такое ядро в виде длинного параллелепипеда квадратного сечения, то есть такой брус квадратного сечения, окруженный цилиндрической оболочкой. Берем для простоты квадрат. Надо найти поле напряжения в такой системе. Система с несоответствием, упругие модули одинаковы. Поэтому такая ситуация допускает аналитическое решение. То есть в общем это задача эшелоби для вот такой формы, для цилиндрической внешней границы. Решение получается опять в виде суперпозиции двух решений. Решение для бесконечной среды, которое давным-давно известно. Первое подобное решение получал еще, если я не ошибаюсь, Гудьер, тот, который потом вместе с Тимошенко написал теорию упругости. Году в 37-м примерно он решал задачу прямоугольной вставки в тонкой пластине. В том случае, если вставка нагревается, а пластина поддерживается при какой-то температуре, то есть рассчитывал термоупругие напряжения. Довольно просто решается задача. Потом решали многие авторы, в том числе и я по незнанию, поскольку я обучался больше физике, чем механике. Я не знал, конечно, что такие задачи были решены, и когда я делал дипломную работу, я ее решал заново и совсем другим способом, способом виртуальных дислокаций, так называемых, непрерывно распределенных. Ну, неважно, в общем, факт тот, что получились те же самые решения, но здесь эти решения записаны вот в таком не очень красивом виде, просто потому, что они записаны уже в цилиндрической системе координат. В Декартовой системе координат они еще круче. Там либо набор артагентцев для нормальных компонентов и логарифм в сдвиговых компонентах, ну, а для продольных компонентов вообще константа внутри и ноль снаружи. Это, в общем, вещи хорошо известны. Здесь просто переписаны в цилиндрической системе координат. А вот это решение, оно гораздо более серьезное. Оно получено как раз Станиславом Красницким в процессе написания, подготовки его кандидатской диссертации, которую он защищал в 2019 году. Решение искалось с помощью комплексных потенциалов. И в конечном итоге его удалось представить вот в таком замкнутом аналитическом виде. Вы видите, здесь нет ни рядов, ни интегралов. Все готовые формулы. Можно брать и использовать. Ну, вот эти обозначения, я думаю, понятно, это подстановка пределов. Ну, вот здесь выписаны какие-то обозначения, которые использованы. Здесь я не буду на них останавливаться. Ну, в общем, факт тот, что вот решение получено в аналитическом виде. Одновременно, еще раньше, он получал решение вот этого добавочного слагаемого в виде рядов. бесконечных рядов вполне прилично они сходились и мы дальше будем вот то решение в рядах использовать, просто потому, что его гораздо легче там интегрировать, а нам надо будет его интегрировать, вот, чем аналитическое решение. Вот таким образом есть два таких решения. Ну, давайте посмотрим графическую интерпретацию, уже перейдем к декартовым координатам, чтобы иметь привязку как раз к плоскостям, возможным плоскостям скольжения. Вот здесь карта сдвиговых напряжений XY, да, и нормальных напряжений XX. Вот, ну, что мы здесь видим? Ну, то, что мы, в общем, видели и для случаев бесконечной среды, хорошо знаем, что ребра являются концентраторами напряжений, ну, будь то термоупругие напряжения или напряжение несоответствия, совершенно неважно, логарифмическая расходимость здесь есть, которая, впрочем, легко устраняется, если мы рассматриваем ту же задачу в градиентной теории упругости. Тогда вообще получается очень красивый результат, что концентрация напряжения просто пропорциональна логарифму размера сечения. Чем больше размер сечения, тем выше концентрация напряжения. Вот, когда-то я вот это вот решал, там лет давно уже, в шестом году опубликовано было. Вот, ну, вот таким образом есть концентрация напряжений, и очевидно, что именно здесь и должны где-то происходить процессы зарождения дислокаций, будь то полной дислокацией или дислокации частичные, либо на поверхности они должны зарождаться, там, где максимальные сдвиговые напряжения достигаются, либо непосредственно на ядре, извините, на ребре такого включения они могут зарождаться. Здесь могут зарождаться отдельные дислокации, ну, а здесь мы можем ожидать образования дислокационных диполей. Ну, сейчас покажу картинку, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Это в случае, когда мы рассматриваем скольжение дислокации вдоль плоскости границы, возможно еще зарождение дислокации полных дислокаций крыва, которые будут переползать под действием вот этих вот растягивающих напряжений сигма икс икс, они вполне могут переползать там, где эти напряжения достигают максимума, то есть вот здесь вот над центром грани они могут у нас успешно переползать. Ну, вот, собственно, и все, что мы можем сказать из вида вот этих карт напряжений. Да, но остальные карты мало что добавят к этому все то же самое они покажут просто для других плоскостей. И вот, исходя из этих карт, мы можем предложить семь таких сценариев образования дислокаций. Ну, давайте перечислю их. Здесь показано схематично образование частичной дислокации, за которыми тянутся такие вот волнистые линии. Волнистые линии изображают дефекты упаковки. Круглые точечки – это места зарождения дислокации. В этих точках образуются ступеньки на поверхности. То есть, если вы будете тщательно изучать эту поверхность и найдете там ступеньку локализованную, это верный признак того, что там образовалась дислокация, ушла куда-то вглубь частица. Два случая мы различаем. В одном случае дефект упаковки лежит только в оболочке, в другом случае он сначала лежит в оболочке, а потом проникает в ядро. Эти случаи сильно отличаются потому, что, как будет показано, в данном случае, если взять случай палладия и золота, то дефекты упаковки очень сильно отличаются в разы. И поэтому это важно. В этом случае в зависимости от того, что мы назначим золотом, а что палладием, будут сильно отличаться энергии дефекта упаковки. Это надо обязательно учитывать. Два других варианта это зарождение в аналогичных точках полных дислокаций. Здесь штриховая линия просто показывает путь, которая прошла дислокация. Вот она прошла и попала либо в ядро, либо в оболочку. Пятый механизм это переползание дислокации с поверхности. Здесь ступеньки никакой не образуются, просто образуются лишние полуплоскости, дислокация садится на границу за счет переползания. И наконец два других механизма это испускание ребром диполя скользящих дислокаций, в одном случае частичных с дефектами упаковки и в другом случае полных уже без дефект упаковки. Отличаются частичные полные дислокации величиной вектора Бюргерса еще. В первом случае вектора Бюргерса в два раза примерно больше, в случае частичной дислокации. Такие сценарии следует как раз поизучать. Что для этого делается? Для этого изучается изменение энергии системы, связанная с образованием дислокаций. Из чего складывается изменение энергии? Во-первых, оно складывается из собственной упругой энергии зародившейся дислокации. Дислокация как источник напряжения создает собственную упругую энергию во всей системе. Далее энергия взаимодействия дислокации с напряжением несоответствия. Далее энергия ядра дислокации. То, что мы не считаем, но оцениваем по известным формам. Дальше идет энергия ступеньки, если она образуется. То есть в этих случаях образуется ступенька, значит мы должны добавить сюда энергию ступеньки. Оценивается она легко, потому что просто мы знаем энергию поверхности и можем оценить энергию ступеньки. И в том случае, если зарождаются частичные дислокации, мы добавляем еще энергию дефекта упаковки. То есть в этих случаях добавляется энергия дефекта упаковки. А дальше смотрим, что мы знаем сходу. Мы сходу знаем энергию ядра дислокации. Она аппроксимируется вот такой простой формулой. Здесь D это просто обозначение это модуль сдвига деленной на 2P единицы минус ν, где ν это коэффициент классовного. Что-то я это нигде не написал. Извините. Так по памяти тогда. Вот. Ну величина B написана формулу чуть выше. Написана она здесь чуть выше. Вот. Вот. Да. Слилась она у меня. Извините. Понятно. Хорошо. Вот. Ну B подставляется здесь B со штрихом. Соответственно подставляется либо вектор грудеса полной дислокации, либо вектор грудеса частичной дислокации. Энергия ступеньки оценивается аналогичным образом. Тоже она известна. По оценкам это же B в квадрате делить на 8, что при переписывании через D дает примерно ту же самую величину. Вот. Удивительным образом энергия ядра дислокации оказывается приблизительно равна энергии поверхностной ступеньки, которая при этом возникает. Вот. Дальше что мы имеем? Мы имеем готовую формулу, заимствованную из работы Авидика и Шейнерман второго года. Это собственную энергию любой из этих дислокаций к цилиндре. Ну, расчет этой энергии имеет давнюю историю. Когда-то, 40 лет назад, Алексей Евгеньевич Романов нашел функцию напряжения от такой дислокации. Вот. И в дальнейшем Авидика и Шейнерман взяли эту функцию напряжения и через нее нашли сразу энергию. В общем, довольно несложный расчет. Он дает аналитическое выражение через такую функцию со звездочкой. Как функция Грина, через функцию Грина, по сути дела. Не, 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 здесь нету функции Грина. Нет, по-другому считалось. Это не функция Грина, нет, это просто обозначение. Просто обозначение, куда входят вот такие вот дроги. То есть, это простая аналитическая форма, просто громоздка. Вот. И, наконец, энергию дефекта упаковки мы тоже можем легко записать, потому что энергия дефекта упаковки для большинства материалов более или менее хорошо известна. Просто мы умножаем удельную энергию дефекта упаковки на длину пройденную дислокацию. Ну, вот здесь это так и записано. А что трудно найти относительно этой энергией взаимодействия. Вот энергия взаимодействия это довольно-таки громоздкий расчет. Я спрашивал Николай Юрьевич в прошлый раз, как вы определяете энергию взаимодействия с дислокациями? Все-таки видишь, собственная энергия дислокации здесь упоминается. Я это... Она там тоже есть, Гмитрий Анатольевич, просто в другом месте, на другой стороне. Я не спорю. Я просто спросил, что это... Я понял. Понятно, конечно. Мы не можем потерять здесь собственную энергию никогда. Это наше любимое выражение. Наше собственное. Расчеты энергии взаимодействия дислокации с исходным полем несоответствия, они отличаются для случая скользящих дислокаций и для случая переползающих. Вот для скользящих они, в общем, однотипны для всех четырех сценариев. Это просто работа по зарождению дислокации в упругом поле несоответствия. Тоже ее легко записать через два слагаемых для бесконечной среды, когда мы устремляем границу цилиндрической бесконечности и дополнительное поле, дополнительное слагаемое, извините, которое вносит вот эта самая граница. Для бесконечной среды мы получаем простую аналитическую формулу, вот такую вот. Надо только подставить пределы, получится вот восемь таких слагаемых. А вот в этом случае мы записываем в виде интеграла, вот такого вот интеграла, то есть это вот работа как раз вот этой компоненты сигмы xy по производству сдвига, который сопровождает образование дислокации. И мы берем интеграл, то есть мы вот считаем обычную вот работу механическую. И вот сюда оказывается, что удобнее гораздо подставлять решения, найденные в виде рядов. Тот же самый Красницкий Станислав нашел это решение еще раньше, чем аналитическую формулу свою. Вот эти ряды подставляются и производятся расчеты. Ну, если надо, я могу чуть-чуть поподробнее об этом поговорить. Ну, я думаю, это не так интересно. Очень важно знать, как правильно посчитать вот эту вот энергию взаимодействия. Энергию взаимодействия дислокации переползающей. Почему? Потому что при переползании дислокации не сохраняется объем упругого тела. Потому что переползание дислокации сопровождается локальным изменением объема. Для переползающей дислокации надо поедать точные дефекты. Либо вакансии, либо внедренные атомы. Вот. И поэтому, как показал еще давно, в 68-м году Йоханнес Йоханнес Виртман показал, что в этом случае вместо обычной формулы пищикеллера, которая используется в расчетах, здесь надо компоненту напряжения заменять на девиатор напряжения. И в этом случае это как раз учтет это неукругое изменение объема. Ну, это такие нюансы, но они важны, потому что если их не учитывать, можно сильно просчитаться. Вроде бы девиатор очень мало народу об этом знает. Ну, и аналогично рассчитывается для бесконечной среды, потом учитывается вклад свободной поверхности. Решение для бесконечной среды оно вот такое вот простое совсем. Вот. Но для поверхности оно чуть более сложное для поверхностного слагаемого. Вот оно в виде вот такого интеграла, где уже вот те ряды и подставляются предыдущие. Вот. Ну, и аналогичным же образом рассчитывается изменение энергии, связанное с образованием дислокационных диполей. Тоже они здесь все выписаны, я не буду уже повторяться, все это довольно однотипно. Тоже рассчитывается собственная энергия диполя, рассчитывается энергия его взаимодействия с напряжением несоответствия, учитывается ядра диполей, ядра дислокаций входящих в диполе и учитывается энергия дефекта упаковки в случае частичных диполов. И не учитывается в случае В общем, она подобна. Переходим сразу же к результатам. Вот мы берем параметры как раз для частиц, которые наблюдались в работах Динго с коллегами в 2010 году и Ли с другими в 2014 году. В качестве ядра выбирается золото, в качестве оболочки палладиум, ну даже вернее сплав палладия с золотом 50 на 50. Параметры решетки, вот они показаны. Нет, все-таки 4,6% берется несоответствие. Вычисляются для этих решеток величины векторов Бюргерса, коэффициенты Пуассона. Вы видите, они оказываются очень близки. Модули поэтому заменяются одним коэффициентом Пуассона, который считается как 0,4. Модули сдвига в одном случае для золота 27 гигапаскалей, для сплава с палладиум 35,5 тоже очень близки, поэтому заменяются каким-то средним модулем сдвига. Но в данном случае нас это не очень интересует, абсолютные величины. А вот энергии дефекта упаковки, они важны. В золоте 31 миллиджоуль на квадратный метр. В разных сплавах разные. Если взять 60% палладии, 40% золота, получается 120 миллиджоуль, если взять 50 на 50, 108. Вот вы видите, в 4 раза они отличаются, энергии дефекта упаковки, поэтому будут отличаться и результаты для вот этих двух случаев. Ну вот давайте посмотрим. Значит, берем сначала самую тонкую нанопроволочку с радиусом 5 нанометров. 5 нанометров и соотношение между размерами включения, которое обозначено как 2А, такое, что R равно 2А. То есть, ну вот буквально такая вот картина, чтобы представлять себе. И смотрим, какие же барьеры возникают при зарождении вот по четырем сценариям. Мы видим, что самый проигрышный вариант, когда зарождается в оболочке полная дислокация. То есть, вот этот вот случай, нижний, он дает нам максимальный барьер сначала. Но правда, если мы сумеем перевалить каким-то образом через этот барьер, потом он даст нам и максимальный выигрыш в энергии. Кривая пойдет значительно ниже, чем остальные. Если мы поместим ту же самую краевую дислокацию, она пересечет сначала у нас оболочка, а потом внедрится в ядро, барьер будет немножко пониже, примерно на 1 электрон вольт в расчете на 1 нанометр. Но тоже это много. Вот 4,5 электрон вольта на 1 нанометр, это дает примерно 1 электрон вольт на атом. Это высокие очень барьеры. Такие барьеры очень трудно преодолевать за счет термофлуктуации. Поэтому либо это должны быть высокие температуры, которые вообще говорят, вот для таких частиц не используются, для металлических. При получении там, в общем, температуры, ну, вполне себе разумные, ненамного выше комнатных. Вообще их получают химическим синтезом в растворах. Поэтому там, конечно, набрать вот этот вот барьер практически невозможно. Ну, а для частичных дислокаций все несколько меньше. Заметно меньше, значит, для оболочки повыше чуть-чуть, потому что там она идет у нас целиком в палладе. В палладе у нас высокая энергия дефекта упаковки, соответственно, и барьер повыше. Но когда она пересекает границу вот этого, идет дальше по золоту, барьер пониже. То есть вот это вот заведомо лучше, чем вот этот сценарий, да, то есть частичные дислокации могут зародиться легче. Вот, но все-таки барьер еще существенный. В расчете получается порядка полуэлектрон-вольта на атом. Это, в принципе, допустимо. Такая может зародиться дислокация за счет термофруктуации. Ну, такое событие может происходить примерно 10 тысяч раз в минуту на единицу объема материала. То есть такое может быть. Отбрасывать не будем. Но хотя все-таки барьер какой-то есть. Вот посмотрим, что будет, если мы увеличим радиус нашей нанопроволоки в два раза. Берем 10 нанометров, но вот это соотношение сохраняется. В общем-то пропорции те же самые. Все еще высокие барьеры для полной дислокации и высокие барьеры для частичной дислокации. Но уже чуть-чуть пониже. Чуть они идут пониже. И мы можем посмотреть, что дальше-то происходит. Дальше полная дислокация. Если она вдруг каким-то чудом зародится, она даст очень хороший выигрыш в энергии, когда она дойдет до середины вот этой вот грани. Вот такой вот большой 10-12 электрон-вольт на нанометр нам даст. Вот эти вот дислокации частичные, они дают в разы меньший выигрыш в энергии. Но зато требует меньшего барьера, чтобы преодолеть. Если мы еще больше увеличим, возьмем 50 нанометров радиус. Собственно, барьеры примерно сохранятся, но и выигрыши в энергии будут значительны. Ну, в целом, конечно, глядя на вот эти величины барьеров, можно сказать, что, ну, может быть, конечно, и будут такое зарождаться. Но надо смотреть, какие есть еще альтернативы. То есть, в принципе, частичные дислокации могут и зарождаться. Но, в конце концов, они и наблюдались экспериментально. Так что, почему бы и нет. Давайте посмотрим, что будет, если будет испускаться диполь дислокации, частичные дислокации из ребра. То есть, здесь точка испускания ребра. В одну сторону идет одна дислокация. В другую сторону идет другая дислокация противоположного знака. Одна проходит вот эта, которая идет к свободной поверхности. Путь P1, мы его отложим вот здесь вот, в относительных единицах, как P1, деленная на А. А это половина размера стороны включения. А другая идет вдоль P, P2. Вот она идет вот здесь вот, P2 на А. И вот в этих координатах мы можем построить просто карту изолений этой энергии. И можем построить трехмерную карту, визуально показать этот барьер, какой он бывает. Ну, вот видно хорошо, что вот здесь вот везде мы наблюдаем положительные значения энергии. Да, вот только-только где-то вот здесь возникает нулевая часть. И дальше идут отрицательные. Но все равно обе дислокации должны довольно долго перемещаться в области положительных значений энергии. И седловая точка, вот она вот здесь вот находится. И мы видим здесь локальный такой как бы меню. На самом деле это для нас. То есть это седло, но на самом деле это максимум. Седло тут даже нет, вот здесь просто максимум. Здесь просто максимум, значит, это примерно 1,6 электрон-вольт для 5 нанометров радиуса частиц. То есть вот такой вот барьер нам нужно преодолеть. Ну, мы решили, что не стоит, значит, зацикливаться надолго на этой ситуации. Ну, скорее всего, что такой маловероятный процесс. Все-таки 1,5 электрон-вольта прилично. Ну, хотя совсем отбрасывать не буду. Но зато если мы увеличим в 2 раза радиус данной проволочки, то в этом случае барьер, во-первых, он немножко съедет в область субатомных размеров. Да, то есть вот здесь вот это вот примерно одно межатомное расстояние. Вот. И барьер понизится в полтора раза. То есть вот отсюда можно уже начинать отсчет. И вот траектория движения системы, она будет вот такая. Вот здесь она показана на карте черной такой линии со стрелочками. То есть траектория идет вот здесь, доходит досюда. Это означает, что вот эта вот дислокация вышла на поверхности, дальше она здесь остановилась на поверхности, исчезла с образованием ступеньки. А вот эта дислокация чуть-чуть продвинется дальше. Она продвинется еще дальше и здесь замрет. То есть она не дойдет до середины грани. Вот здесь где-то она остановится. Потому что дальше у нас пойдет повышение энергии. Вот это хорошо здесь отчетливо видно. Ну и зачем ей туда идти, где растет энергия. Она лучше останется вот в этом мире. Дальше возьмем еще более толстую нанопроволочку, 50 нанометров. Ну здесь уже барьер практически исчезает. Мы видим, что вот на этой карте такой мелкомасштабной его не видно. Но если мы выделим вот этот вот прямой уголь, ну даже квадратик, и посмотрим на него подробнее. Вот она есть в области отрицательных значений выигрыша в энергии. Мы видим вот здесь небольшой бугоручку. Но он совсем практически никакой. 0,062 электронвольта. Его можно даже не принимать во внимание. Это совсем маленькая величина. То есть здесь вот частичная дислокация может очень легко зародиться. И дальше по желобку спокойно скатится вниз. И опять-таки займет какое-то равновесное положение. У недалеко от середины грани. Что будет с полными дислокациями? Ну с полными дислокациями в аналогичной ситуации качественно все то же самое, только барьеры гораздо выше. Значит, в случае маленькой тонкой нано-проволочки барьер почти 4 электронвольта. Это очень много. Поэтому здесь никаких траекторий не строили. Пошли сразу дальше. 10 нанометров. Барьер существенно понизился. Меньше трех стал. На всякий случай построили траекторию. И видим, что происходит. Одна дислокация выходит на поверхность. Вторая доходит до середины грани. И там останавливается. Вот она здесь остановилась. Дальше идти не к чему. То же самое произойдет, если мы увеличим до 50 размер нано-проволочке радиус. Барьер станет практически отсутствующим. Почти маленький бугорочек. Конечно, он будет побольше, чем частичные дислокации. Но тоже очень маленькие. Тоже его можно практически не принимать в расчет. Вот спокойно наши дислокации поедут одна в одну сторону, другая в другую сторону. Ну, вот так вот можно изучать вот эти вот все траектории. Ну, вот в частности, мы еще поразвлекались тем, что увеличили соотношение между R и размером вот этого самого включения. Написали, что R равно 4A. То есть оболочка стала в два раза толще. Массивная оболочка на довольно миниатюрном включении. Положили это равное 20 радиус. И что мы обнаружили? Мы обнаружили то, что вот эта вот дислокация не доходит в этом случае до свободной поверхности. Ее не пускает дефект упаковки. То есть дефект упаковки набирает такую энергию, что дальше уже невыгодно просто ей двигаться. То есть она испускается ребром, уходит куда-то в глубину оболочки и там застревает. Вот где-то она здесь застревает у нас. Вот P1. Вот мы можем наблюдать, где, на каком расстоянии. Ну, на расстоянии порядка 0,9А. То есть вот куда-то вот сюда она куда-то ушла. А вот эта дислокация, ну, она как доходила до какой-то точки, около середины, но не доходит до самой середины, не пускают ее в дефект упаковки. Так и доходит. Ничего здесь не изменилось. В общем, мы получили вот такое вот завершение этой траектории вот в таком полюсе фактически. В случае полных дислокаций мы получаем какой-то барьер снова. Да, но дислокации ведут себя просто. Одна доходит до самой поверхности, полная дислокация, а вторая доходит до середины грани. Ничего здесь интересного не обнаружилось. Ну, и все то же самое вот мы можем наблюдать на трехмерных картинках. Вот случай частичной дислокации и случай полной дислокации. Вот, ну, и вот теперь, поизучав все эти барьеры и все эти возможности, мы можем сопоставить, построить такую вот гистограмму, да, сопоставить друг с другом разные величины барьеров для семи разных сценариев образования дислокации несоответствия. Каждый столбик здесь соответствует своему размеру и величине барьера. То есть вот заштрихованные столбики это радиус 5 нанометров, пустые столбики белые 10 нанометров, черные столбики 50 нанометров. И каждая тройка, она для своего сценария. Ну, и вот глядя на эти столбики, можно сразу же вот эти вот все отбросить, да, все, что связано с зарождением дислокации на свободной поверхности, одиночной дислокации, и сконцентрироваться именно на зарождении дислокационных диполей из ребра такого вот включения, из ребра ядра. И мы видим, что в случае, когда у нас имеются маленькие радиусы, в этом случае более предпочтительны частичные дислокации, чем полные, да. А в случае, когда массивная уже массивная нанопроволока, тогда выигрышнее оказывается полной дислокации, потому что барьер оказывается незначительный, да, он уходит вот в отрицательную область. А дальше мы увидели с вами, что выигрыш в энергии всегда полной дислокации дает значительно больше. То есть, вывод можно сделать очень простой, что пока у нас тонкие нанопроволочки, мы вправе ожидать образования частичной дислокации, спускаемых в виде диполей из ребер ядер, да, когда у нас массивные нанопроволоки, мы можем ожидать испускания полных дислокаций из этих же самых ребер. Ну, вот это все сделано в случае, когда r равно 2a, но здесь вместо a, правда, l, почему-то написано, не доглядели. И вот можно посмотреть, что будет в других ситуациях, при других соотношениях. Ну, и при других соотношениях получается все то же самое. Это то, что мы посмотрели сейчас в черно-белой гамме, здесь это все в цвете. Вот здесь мы увеличили радиус до 4a. То же самое получили, да, то же самое вот эти частичные дислокационные диполи частичной дислокации. И полных они преимущества ожидаются. И то же самое, если мы возьмем r равное 10a. То же самое мы получаем, что диполи, они оказываются наиболее ожидаемыми. Вот. Ну, вот что еще можно сделать? Здесь это можно взять равновесную какую-то конфигурацию частичных и полных, ради поли частичных и полных дислокаций с теми местами, которые они занимают, оптимальные, да, и посмотреть для них критические величины несоответствия, при которых они будут зарождаться. Легко делается, просто надо приравнять минимальное значение выигрыша в энергию к нулю. И оттуда сразу же получатся аналитические выражения, правда, довольно громоздкие, конечно, для этих критических несоответствий. И дальше построить зависимость критических несоответствий от отношения r к a. То есть радиус сананопроволки к размеру включения. Вот. Ну, вот видно, что красные кривые, они соответствуют частичным дислокациям, а черные – полной дислокациям. Там, где мы видим, что критическое несоответствие проходит ниже, чем соседняя кривая, там предпочтительнее частичные дислокации. Ну, мы видим, когда это происходит, в тех случаях, когда, в общем-то, r ненамного больше, чем a. Дальше ситуация меняется. Кривая для частичной дислокации выходит наверх, а кривая для полной дислокации у нас справится вниз. И предпочтительными более становится полная дислокация. Вот. Ну, это немножко такой в сторону отход. Вот. В общем-то, я бы особенно на этом не акцентировал внимания. Но вот есть и такой просто расчет. Выводы. Итак, что сделано? Рассмотрены различные механизмы релаксации напряжения несоответствия в композитных нанопроволоках типа ядрооболочка с ядром в виде длинной прямой квадратной призмы. То есть скольжение частичных и полных дислокаций, переползание полной дислокации со свободной поверхности оболочки и испускание ребром ядра скользящих диполий частичных и полных дислокаций. Показано, что в модельной системе золота Палладий испускание ребром ядра диполий дислокации энергетически более предпочтительно, чем зарождение отдельных дислокаций со свободной поверхности оболочки. Испускание диполий частичных дислокаций более предпочтительное, чем испускание диполий полной дислокации в относительно тонких нанопроволоках и наоборот в относительно толстых нанопроволоках. Ну и найдено изученное оптимальное или равновесное положение дислокации несоответствия на границе ядра и оболочки. Показано, что оптимальное положение полной дислокации несоответствия не зависит от геометрических параметров нанопроволоки, Если она образуется, то всегда должна залегать в центре границы. Напротив, оптимальное положение частичной дислокации несоответствия зависит как от энергии дефекта упаковки, так и от геометрических параметров нанопроволоки. В модельной системе золота-палладий частичная дислокация несоответствия всегда должна залегать ближе к центру границы, но никогда не сможет его достичь. Чем толще нанопроволока и оболочка, тем ближе к центру границы должна быть частичная дислокация несоответствия. Ну и заключая, я тоже хочу сказать, что уже этот материал опубликован в журнале «Актоматериали» 2020 года, вот в полном объеме, то, что я рассказал, и даже немножко больше там показано. Спасибо за внимание. Большое спасибо вам, Михаил Юрьевич. Коллеги, какие вопросы по второй части доклада? Прошу вас. — Михаил Юрьевич, если вот опять вернуться к тем формулам суммирования энергии, когда у тебя и одна из компонентов этой энергии, это была дислокация, переходит снизу, вот снизу наверх. Мне было не очень понятно, почему ты сказал, что эта энергия будет больше, она связана с изменением объема, это мне понятно, а почему входит туда в определение касательное напряжение в эту энергию, я не понял. — Не-не-не, это не так. Здесь мы рассматриваем случай скользящей дислокации, здесь у нас сдвиговое напряжение, а там у нас нормальное напряжение. — Все нормально. А где сдвиговое? Здесь нормальное, вот Сигма ХХ, минус Сигма, это гидростатическая компонента. — Нет, было сказано вам, что кто-то там взял сдвиговые, связанные с изменением объема, вот не понял. — Не-не-не, вот это слогально. — Вопросов нет, это нормальное напряжение, здесь нет. И теперь вот такой вопрос сюда же. Вот все эти вот энергия ядра, дислокации, это все-таки в большей степени не, как бы сказать, полуэкспериментальные формулы? Это не рассчитанные точно задачи энергии, скажем, там, строяточного кольца и что-то еще? — Нет-нет, это результаты компьютерного моделирования. То есть это атомные модели, там, типа молекулярной динамики и другие. — Последний вопрос по этой части. Вот все-таки там была последняя слагаемая, это энергия поверхности цилиндра. Что я там должен... — Вот это, да. — Если я не учитываю натяжение. — Нет, ну это просто известная величина. То есть почему? Мы ее таким образом учитываем. — Я не знаю, где она известна. У нас понятие энергии свободной поверхности всегда мы четко связываем с работой каких-то напряжений на ней, на поверхности, на возможных перемещениях. — Нет, ну это, так сказать, это подход механический. А есть подход физический, который говорит о том, что атомы, которые находятся на поверхности, они обладают другой энергией. — Вопрос ясен. Да, там атомы на поверхности действительно используются другие силы, чем в объеме. — Да, да. Но там даже основной вклад дает электронное подчастие. — Понимается изменение модуля. Я так понимаю. Характерные поверхности слоя связаны... — Ну, если мы говорим о модуле поверхностного слоя, то да, можно и так... — Ну, я это имел в виду. Ясно. Понял, Николич. Спасибо, извини. — Конечно. — Спасибо большое. Доклад был прекрасный. — Вам спасибо. — Еще вопросы, коллеги? — Коллеги, здравствуйте. Наймарк. — Добрый день. Добрый день. — Миша, извините, пожалуйста, за опоздание. Было экстренно назначено совещание в УДК с моим докладом, и он закончился полчаса тому назад. У меня вопрос вот какой. Поскольку вы блестяще оперируете физическими моделями, меня давно волнует вот какой эффект. Хотя, в общем, некую статью с объяснением мы написали, я думаю, что лет 35 тому назад. Вот есть потрясающий эффект, который называется эффект Рэббендера, правда? Когда твердое тело, оно очень избирательно к, скажем, к жидкому веществу, когда при соответствующей комбинации, скажем, там, химпотенциалов у вас резко падают напряжения разрыва. Может ли, может ли поверхность активное вещество, а, как известно, поверхность твердого тела, она является стоком бесконечной мощности для дефектов в силу складчатости его, правда? Вот если я подбираю какой-то избирательный паф, ну, например, химпотенциал там цинка и химпотенциал ртути, он может быть, кстати, близок, то вот ртуть, она может как бы эффективно достроить незавершенную складчатость поверхности и таким образом запереть поверхность для дефектов. Может ли это быть причиной резкого снижения прочности и быть новой интерпретацией эффектов Эббендера? Хороший вопрос, главное мне. Ну, смотрите, ну, я думаю, что… Да, мне повезло. Нет, ну, конечно, изменение, такое химическое изменение поверхности, оно должно быть очень существенно. То есть мы можем менять эффективно условия генерации и дислокации, да, тем самым ограничивать… Конечно, извиняюсь, но это ведь не химический… Специфика эффектов Эббендера заключается в том, что если вы нанесли поверхностно-активное вещество, оно может контактировать скоро, год, надолго. Затем вы его убрали, и у вас деформация до разрушения, она будет очень такой же, как и в исходном состоянии. То есть в этом смысле эффекта обратим. То есть этот эффект как раз, ну, основная его черта, что он имеет место быть, когда твердое тело контактирует с каким-то вполне определенным веществом, определенной жидкостью. И, ну, в свое время я взял на себя смелость публиковать стативку, когда интерпретировал этот эффект как эффект запирания поверхности для дефектов, ну, скажем, дислокационной природы, которые при приложении напряжений, они генерируются в объеме. Но если поверхность, так сказать, запирается, то у вас, по Зельдовичу, достаточно быстро формируются условия для, там, типа, взрыва и разрушения. А поскольку у вас физическая модель, то мне показалось, что она может иметь отношение. Знаете, по-моему, далековато все-таки. Хорошо, спасибо большое. Да, не за что. Еще вопросы, коллеги? Вот у меня такой вопрос. Ну, во-первых, Михаил, спасибо, доклад, как обычно, да, бестящий. Вот такой вопрос. У меня вот сложилось впечатление, что вот ваша эта адаптированная, как бы сказать, концепция применения теории дислокации классической вот к этим маленьким объектам работает лучше, чем теория дислокации работает массивным материалом. Конечно, конечно, потому что здесь все гораздо более определенно. Ну, да, потому что если вы говорите о дислокациях, то у вас на эксперименте дислокации по размерам идет, правильно? Да, да. И полосы скольжения. Конечно, конечно, да. Ну, и, наверное, в качестве комментариев я хочу сказать, что система, значит, золота палладий, она, почему, зачем эти китайцы ее взяли, наверное, значит, они, видимо, в металлургии не понимают. Вот, почему? Потому что палладий – это же гетер для водорода известный, правильно? Вот. И в отличие от титана, который не менее известный гетер, палладий, водород, вот он на томарном состоянии. Сделать так, чтобы там какой-то гидрид получился, надо взять палладий очень плохой. Это я к чему говорю. Потому что, поскольку если там не будет четко дана концентрация водорода, а концентрации, которые могут критически поменять поведение металла платиновой группы, это порядка 10 ППМ, то фактически можно считать, что энергия дефекта упаковки палладия и золота, они близки. Хотя в золоте она низкая, а в палладии, судя по расчетам, она должна быть, ну, чуть пониже алюминия. Вот мне так вот кажется, что на самом деле то, что разница в дефектах упаковки – это не такая принципиальная вещь, по крайней мере, вот для этой системы. То есть 5 атомов водорода на миллион – все изменит. Для металлов платиновой группы – да. Берем тот же иридия, о котором я рассказывал, не металл, включая водород, 10 ППМ – все, он хрупкий по границам. С палладием примерно так же, только что нет у него там зернограничной хрупкости. Но на энергию дефекта упаковки он может, значит, повлиять любым образом, ну, в смысле снизить ее. Вот, так кажется. Ну, Петр, спасибо, это интересное очень замечание, я его, конечно, с удовольствием принимаю и учту. Ну, а почему они берут такую пару, ну, не могу сказать. На самом деле это очень популярная пара, это вот не одна такая работа, таких много. Они их просто берут, делают вот это катализаторные всякие материалы, где-то надо палладием заменить золото, где-то, ну, если ты на палладием напыляешь золото, да, у тебя будет удобнее и наоборот сделать. Вот только из-за этого, просто сделать эксперимент, взять, например, платину и у кого-нибудь такой же металл, ну, золото с платиной, и кто же будет такой, такие деньги огромные. Вот, мне только так кажется. Деньги немножко небольшие, частички маленькие, так что деньги небольшие. Да, 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 только технология коммерческая, и на самом деле это деньги совершенно неподъемные даже для американских грантов, для их ведущих университетов. Вот, ну, раз вот это, вот мне так кажется, что на самом деле вот возникновение этих вот прослоек дефектов упаковки в электронных, в тонких фольгах для электронного микроскопа. Вот, то есть это настолько, вот если взять медь, золото, там настолько вот этих много, причем они там обратимы. Можно, значит, взять, нагреть, они то появились, то не появились, полежали куда-то, исчезли. В этом смысле в тонких материалах как раз вот про пластичность, про их них говорить трудно, про полных дислокациях. Но то, что там вот эти частичные дислокации, там шокли, могут и двигаться, могут и релаксировать, это совершенно нормальный эффект. И тут даже каких-то доказательств не надо приводить, просто сказать, в ГЦК металле частичные дислокации шокли. Они там что хотят, то и делают. Вот, а в этом смысле, в отличие, как я понимаю, от полных дислокаций, линейные размеры, ну, потому что полная дислокация, если сколько, она там всякая, 100 нанометров должна быть, чтобы пластичность, правильно? Вот, ну, заметная. Вот. А для частичных дислокаций, вот какие-то там напряжения срелактировать, она возникла, релактировать. То есть с точки зрения вот такой вот как-то дубового эксперимента, физики, у вас, по-моему, вообще все прекрасно. Вот. Отлично. Спасибо. Еще раз спасибо. Еще раз спасибо. Еще вопросы? Я тогда задам свой. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, Михаил Юрьевич, что в том случае, когда частичная дислокация испущена ребром, когда тонкая нано-проволока, она доходит до поверхности. В этом случае можно ли наблюдать продольные бороздки на поверхности? Можно. То есть этот случай самый интересный для того, чтобы вашу теорию верифицировать. Потому что когда она толще, ваши не доходят, показывает теория, да, и там что-то другое. А здесь некий видимый, хорошо, такая бороздка сдвиговая. Ну да, но только когда она толще, там может быть более выгодна уже полная дислокация. И тогда она дойдет до поверхности. И тогда там будет более грубая бороздка. Большая ступенька примерно в два раза. Ну, то есть в любом случае можно верифицировать вот эти вещи по продольным бороздкам. Есть ли еще какие-то способы верификации, первый вопрос, и связь с двумя предыдущими, вот моего вопроса. Первое. Если поверхностно-активным веществом, о котором говорил Олег Борисович, поверхность немножко помазать, смочить, как изменятся эти бороздки, и, соответственно, можно будет, видимо, как-то посмотреть, как меняются параметры вашей модели. Вот бороздки были, ртутью смочили, ну или чем-то еще, что менее опасно. И ваши бороздки исчезли только из-за обработки поверхности. И второе. Нельзя ли по этим бороздкам, по их характеру, определить содержание водорода? Потому что, как сказал Петр Панфилов, содержание водорода критическим образом влияет на энергии, да? Я сказал только для палладия. Для палладия. В случае палладии. Палладии, конечно. Ну, за водород ничего не скажу, да, моих знаний совершенно недостаточно. Ну, что касается изменения химии поверхности, ну, конечно, у вас будет другая энергия вот этих самых ступенек. И все это будет, так сказать, сказываться на результатах расчетов. Вот. Ну, а насчет того, как верифицировать, ну, вот я вам показывал экспериментальные картинки. Ведь все эти, вот они, пожалуйста, вот они здесь есть. Мы их видим просто. Мы видим дефекты упаковки, мы видим частичные дислокации. Если бы авторы потрудились взять и посмотреть вот этот вот обрыв дефекта упаковки, если он там обрыв, да, построит там контур Бюргерса, они бы с легкостью нашли там, я думаю, невязку, равную вектору Бюргерса дислокации Шукля. То есть вот и была бы верификация. Ну, другое дело, что они как бы заняты были другим больше. То есть они вот это вот показали, как такой вот некий феномен, и пошли себе дальше. То есть это для них такой побочный продукт. Несконцентрированный. Я восприниму себя как мотивацию начала вашей модели. А вот дальше вы получили некие количественные выводы. Теперь можно попытаться эту или другие картинки там оцифровать, да, и дополнительно. И посмотреть, что там с количественными выводами вашей модели. Потому что здесь речь только о качественных. Вот они есть, и вы как бы справедливо их в сценарии размахнули. Но вы количество посчитали все. Смотрите, что хотел сказать. Ну, это не стимул, да, наоборот. Это подтверждение того, что уже сделано. Потому что она вышла в 21-м году, а наша статья вышла в 20-м. То есть на самом деле у нас в качестве стимула ничего не было. У нас была умственная деятельность. Просто давным-давно хотелось попробовать позарождать дислокации как-нибудь. И для этого специально решали задачи про ограненные ядра. Причем мы там разные решали. Там треугольное сечение, и гексагональное сечение, и прямоугольное сечение исследовалось. И пентагональное сечение. Не все еще опубликовано, но все эти расчеты сделаны. И были работы, опять-таки, студенческие, которые студенты не стали доводить до ума. И у меня времени нету, в которых эти дислокации зарождались разные. То есть они это все осталось там где-то в отвале. Но, конечно, вы правы. Единственное, что нельзя вот так вот прямо в лоб делать. То есть вот для того, чтобы находить соответствие тому, что вот здесь вот показано на рисунке B, например, да, надо строить немножко другую модель. Надо плоскости скольжения по-другому ориентировать. Надо по-другому ориентировать дислокацию. На самом деле надо все пересчитывать. Я выступал с таким предложением перед тем же авторским коллективом, но мне сказали, мы очень устали, Михаил Юрьевич, уже от того, что сделали. В принципе, хорошо, но много других задач. То есть тут, к сожалению, вот такое вот у нас препятствие. То есть я бы рад был бы вот сам это все делать, да, потому что я вот люблю как раз сам там решать задачки какие-то, строить картинки там или их смотреть. Но возможностей таких, к сожалению, уже нету. Я могу только вот подавать идеи и потом анализировать произошедшее, что удалось там добиться. Спасибо, понял. Спасибо. Ограничено было в ресурсах людских. Конечно, да. Мне вот кажется, что верифицировать эту модель по каким-то мелочам, в общем, большого смысла нет, потому что все знают, как верифицировалась теория дислокаций на материалах. Тут фактически все то же самое. Требовать от таких моделей, чтобы совпало с экспериментом, при том, что вот эксперимент на электронной микроскопии для чего такого класса, он всегда будет чисто изведением искусства. Просто как бы непоследовательно. С точки зрения вот классического материаловедения физического, так настолько хорошо работает. Главное, вот нет противоречия, о котором вот мы с Михаилом Юрьевичем упомянули, что говорим о дислокациях, а на эксперименте у нас полосы скольжений. А вот здесь все, ну, конечно, с ограничениями, но, в общем, мне кажется, что ничего и не надо верифицировать. Удачно совпало. Возникает вопрос, как вы вот дошли до такой модели. Действительно сидели и писали. Либо какие-то соображения имели. Но это уже, как это сказать, вопрос на засыпку. И не требует ответа, он риторический. Какая разница? Получилось, все здорово. Нет, ну, ведущей мотивацией было любопытство, как обычно у нас бывает. С одной стороны, любопытство, с другой стороны, наличие технических возможностей. Когда получаешь удачное решение, хочется его как-то поиспользовать. Когда видишь, как его можно поиспользовать, ну, вот, начинаешь использовать, и получается чего-то такое. Что-то у меня тут прокрутилось. Так что, ну, спасибо, да, за комментарии. Коллеги, есть ли еще вопросы или пора заканчивать? Хорошо, задавайте. Ну, судя по отсутствию желающих задать вопросы, действительно, пора завершать наше заседание. Ну, как обычно, хочу поблагодарить докладчика Михаила Юрьевича Гудкина за совершенно замечательный доклад. Потому что, как я понимаю, Михаил Юрьевич рассказал нам о моментах, полученных, о результатах, полученных в результате довольно длительной работы и достаточно большого коллектива авторов. И что приятно, среди этих авторов достаточно много студентов, некоторые из них стали кандидатами и докторами. Что в нынешние времена, конечно, очень важно для всей страны по большому счету. Так что, по всем статьям доклад оставил очень приятное впечатление. Я уже говорил, что я получил удовольствие еще и от красоты. Это касается, прежде всего, первой части доклада. Такой математической красоты, стройности, как самих формулы подхода, так и изложения. Так что, большое спасибо, Михаил Юрьевич, что поделились огромным опытом. Желаю успехов в дальнейшей работе. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович, и всем коллегам, всем слушателям. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Михаил Юрьевич. Да, коллеги, до свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»